Всем большой привет! Отлично! У нас квалификация пятая на GoodGamer School League по PlayerUnknown's Battleground. Игроки готовятся. Часику отдельный привет. Sorry, что мы пообщались до начала матча, как раз без задержки на стриме. Но сейчас нужно уже включать эти три минуты, чтобы не было никакого мониторинга. Познакомились с фанаткой седьмой команды Станюшей. И Татьяна. Татьяна, да, полмужской там. Следующую катку к нам присоединится Сокол. Попробуем вместе покомментировать. На пятой квалификации есть Пух. Вот тот самый Пух, с которым довольно часто играем. Играли раньше. Играли раньше в PUBG. Сейчас уже не играем, потому что... Я для записи повторю. Сегодня должна... Пух является капитаном замечательной команды с основкой Airways. Это почти профессиональный коллектив, который нацелен на победу. И хотели они сначала играть, чтобы в команде был Сокол. Но за несколько дней до начала, по непонятным причинам, может быть, Сокол недостаточно хорошо тренировался, может быть, он не соблюдал режим. В общем, капитан принял решение не брать Сокола в каточку. И, собственно, после этого... Я с Пухом перестал играть даже в PUBG. Не предлагал, не предлагаю, не планирую. Потому что хотелось поболеть за Соколика, но, к сожалению, понятное дело, что они не победили бы. Вот, но... В общем, ладно. 20 коллективов. Не, не 20, а 18, как вы видите. Стандартно кто-то не пришел. Вот. Играем 4 карты. Эрангель Мирамар и Эрангель Мирамар. 10 команд по итогам 4 карт по очкам выходят в финальную стадию. Где встретятся с победителями других квалификаций. И там 3 команды из 20 пройдут суперфинал. Где встретятся с приглашенными профессиональными коллективами. И будут уже сражаться за призовой фонд в более чем 100 тысяч рублей. Пух падает с командой... Ой, где это я? Не узнаю это место. Господи, это... А, я понял. Все, это вот здесь вот. Да, не очень популярные домики. Но задача, ребят... Видимо, найти транспортные средства. Поэтому они разделяются по дорогам. И летят в сторону домов. Там как раз есть несколько мест, где можно найти тачку. Feel Good забирает первую по дороге. Дальше вижу, мотоциклы есть. И тут еще 2-3 места, где машинка может появиться. Впереди по дороге. У нас что-то не везет. Люди распределяются поблизости. В Ясный Полян. Не две команды. Вот это важный момент. Потому что они вполне могут друг с другом пересечься. Особенно учитывая тот факт, что одна из команд разделена. Как видите. Вот так вот. То есть тут фенперемен. Фенперемен. Никтеймов, конечно, много тут забавных. И названий команд в том числе. Пока фаворит по названию это 3 танкиста и собака. Надо посмотреть, кто играет за эту тему. Сейчас, подождите. 3 танкиста и собака. Иван, Дефаков, Дикуха и Макфишин. Пуха намыло. Да нет, вы что? За что? За что? За то, что предал друга? За то, что ради типа результата, которого, скорее всего, не будет... Оставил Сокола? Нет. Опа! Вот здесь вот контакт точно будет. Смотрите. Хорошо. Тугут перестреливается. Тут у него 2 человека поблизости. Они прилетели в один компаунд. Но, к сожалению, транспортного средства нет. Видимо, летели главным образом за транспортным средством. Тут Вованчик и Сявик. Сявик ранен уже немножечко. Тугут мониторит. Хорошее место, кстати, на крыше тут. Занял с Юмпой. Подъезжают тиммейты. Кто-то подъезжает, кто-то пешкарусом идет. А почему не доехали? А, не хотели шуметь. Это грамотно. Опять перестрелки. Юмпист снова получил. А если медицина у него? Нет, ему решительно нечем лечиться. Ни бинтов, ни аптек. Только вот энергитосик его сейчас немножечко подлечит. А в остальном у него как-то все не очень хорошо. И тиммейты вписываются. Вы посмотрите. Тут хоть ямочка хорошая, но 21 патрон это раз. Прицела нет никакого. Ой, рефлей. Вот рефлей, знакомый. До боли, до боли. Кажется, он все-таки играл в... Блин, нет. Увидел, увидел, увидел. Не попал. Каррекс 8 на старте. Оп. Ну и вованчика нокают. Остается только сявик. У сявика трындец какие проблемы. И они причем вдвоем, ребята. Они не вчетвером, они вдвоем, увы. Там МММ уже приходит. МММ это не к добру. Готов зажимать. Услышал. Двинулся. Сейчас будет обходить. Надо друзей ждать, на самом деле. В частности, Тугуда. Выцеливают. Но они провоцируют, видимо, на дружанин, который истекает кровью и кричит. Помоги мне. Помоги. Подними. Будь человеком. Но вестись нельзя, потому что дружанин в таком диком простреле. Оп. Все. Ну и сявик минус. Достаточно быстро вованчик с сявиком. Нормальные, четкие пацаны, судя по никнеймам. Прекращают играть на первой карте. Очень нехороший результат. Но выбрали дома. Вообще не очень популярные, надо сказать. Рассчитывали на тачку. И не нашли. Ну и потом не справились с одним. Потом подкрепа пришла. И уже стало значительно сложнее сражаться. Так. Тут груз подлутали. Мне кажется, что кто-то из Ясной Поляны как раз должен был груз подлутать. Так. В остальном пересечении в ближайшее время я не вижу. Из Ясной Поляны, повторюсь, люди как-то разъехались без серьезных потерь. А дальше, как вы видите по карте, особо никаких контактов нет. Команды Диггер и... Ну, Диггер и Алмакс тоже вдвоем. Они, кстати, на сосновочке. Им придется пересекать мост. Либо один, либо второй, либо другой. Скорее всего, правый. В Новорепный целая команда лутает. И чисто в теории, вот эти вот люди, которые находятся ближе к перекрестку, у Мыльты, могут... Хотя нет, они целенаправленно вряд ли будут ожидать. В северном товарищи подлутали. Здесь, кстати, бежал и стрелял вокруг. Какие психи. Очень бомжовского вида товарища. У одного узи, у другого пистолет. Очень странно, чем не занимались. Ну, явно не северные лутали, где-то обитали в другом месте. Привет, Алмаз Добрый. Всем добрый вечер, друзья. Уезжает куда-то на север. В принципе, камешки. Дальше на севере какие-то не очень популярные домики тоже. Можно их подсобирать. Дальше, если говорить о центре, мест очень много хороших. Киброспортивные дома свободны. Фазенды свободны. Призан, опять же. Тут куда хочешь. Пока, пока там нет народа. Ну, сейчас могут перегруппироваться. Кто-то могут доехать. Но пока что все четенько. Опять же, когда мы говорим, что участников 60 в первом кругу, как правило, все находят себе место, даже игнорируя компаунды, которые находятся на периметре. То есть можно поместиться, в принципе, вот в этих двух квадратных километрах. В четырех. Прошу прощения. Там два на два. В четырех. В сторону Приза, но непонятно пока что, куда именно. Эти домики хорошие. Но в этих домиках могут быть люди. Они засматриваются. Пух засматривается на дома. Не на максималке едут. Пытаются увидеть машину или открытые двери. Их высматривают. Блин, вот они сейчас приехать могут. Они заезжать собираются. О, нет! Да, заезжают. О, приехали. Тут сразу минус колесо. Пух пытается уйти. Застрял в этом. Подъезжает ворм фарм. Не доезжает ворм фарм. Это вот... О, Чеширский. Чеширский нокает ворм фарма. Это вот как раз Татьяна. Танюшка передавала привет. Блин. Еще Сасбрейка. Убивают. И получается... Пух лечится. Бзик стреляет. Нокнутого там поднимают. Команда Сосновка Эйрвейс уже лишилась одного игрока. И второго будет крайне сложно спасти. Учитывая то, что он не в позиции абсолютно. Чеширский перебегает. Ворм фарм дал инфу. Но слишком поздно. Никто не пострелял. Да, по Чеширскому. Что же делает Пух? Пух бегает. Калаш X3. Сейчас спасать будем, дружаню? Да, Пух, кажется, решает спасать. Гренка? Что? Тащ... Ай! Гренка отскочила. Господи, там такие користы дикие. Дым. А, он хотел дым кинуть. Пытается дружанин спасти. Вон он! Твою налево. Перевязывает раны. Чеширский добивает ворфарма. Остается 2 в 4. 2 в 4. Да, и команда Сосновка Эйрвейс. Мне кажется, им не хватает Сокола. Хотя бы одного нужно нокнуть в правом доме. Но там ребята тоже стреляют очень хорошо. Попадают периодически. Уехать отсюда крайне сложно. Ну, хотя можно на самом деле. Багги есть. Багги с колесами. Перекрыт, повижу, на правый дом. То есть, можно просто уезжать и надеяться на то, что тебя один не высадит. Надо валить отсюда. Дым пошел. Правильное решение. Правильное. Так там же подбили колесо. Какой мотоцикл? Ты что делаешь? У тебя же колеса нет. Он рулить не может нормально, но... Да, без колеса. Но скорость нормальная. За счет того, что переднее колесо подбито. И... Пух на багги. Извините, пожалуйста. Пух уезжает. Что с колесами? Колеса целые. Все нормально. Да, это еще хорошо все закончилось. То есть, могло быть значительно хуже. Они могли просто оттуда не уехать. Некоторую пассивность проявили товарищи. Вот здесь вот. Ну, то есть... По дыму можно было попробовать догадаться, что... Что собираются валить. Человек, который был в соседнем доме, мог ушатать колесо. Второе мотоцикло. По крайней мере, один бы не свалил. Вот. Ну, ладно. В любом случае... Ой, вот сейчас вот киберспортивные домики приезжают. Смотрите. Ой, не киберспортивные домики. Здесь просто люди в открытку. Диггер! Нет! Ай, твою! Диггер минус. Четыре человека просто в низинке стоят. Красиво. Сейчас как коршун. У них четыре транспортных средства. Они тут в низинке расположились. Посмотрите, какие психи. Бак, бак. Сразу на развороте. На развороте. Кар... Отстреливаются. Молодцы. Так, пух с бзиком куда-то на север едут. Не знаю, какую позицию они собираются занимать. Тут по рефлею тоже. Ну, вы видите, что многие пытаются занять какой-нибудь компаунд, но вот такая вот стрельба из разных мест, она как бы... Ну, это инфа с одной стороны и риск, безусловно, что могут высадить. Тут едет разведчик в бронированном УАЗике. Как же тут бахают, а? Как же бахают. По всем проезжающим. Не разбирая, кто свой, кто чужой. Ой, Тугут сейчас тоже приедет к этим... Не, мимо проезжает. Ё-моё. Тут ног. Вот рефлей. Ну, вроде как... Попадают только периодически по транспортному средству. Сейчас только первая пулька по МММ прилетела. Вижу, там груз падает, но кому он нужен, да? Так, пух в Липовке. КСМщик проезжает мимо груза. Мэншин никто не занял. Там мало того, что можно занимать угловые, ну, как бы... Несколько команд может в Мэншине поместиться. Самый козырный домик тоже не окучен. Хоть и подлутан, но не окучен. Ну, в смысле, не сидят здесь. Самый козырный, потому что с него вид отличный. Там очень хороший вид в разные стороны. Выходить, оборонять его прекрасно тоже из-за наличия периметра вокруг. Вот. Но как раз вот и не проверяет, потому что такая хорошая позиция, что... Так, Зик тут мониторит соседей. Пух вроде... Пух тоже сохраняет бдительность, вроде как. Самое козырное место вот этих товарищей. То есть они по центру круга и себе огородили тут мест. Но на самом деле их издалека с самых разных точек можно простреливать. С самых разных. С гора главным образом. Вот пожарки их по ним могут стрелять. С киберспортивных домов. С призона тоже. Но дистанция такая, что... Что, садимся валим, что ли? Не понял. Нет, просто перегруппироваться немножечко. Они еще тут поразбрасывали всякие иксы. Никому икс-4 не нужен. Ух, какой зум. Ничего себе. Вот он как выглядит. Крупным планом. Вот так вот. Отлично, я обсервирую игру. Ну никогда икс-4 так близко не видел. Посмотрите, какой здоровый. Серийный номер даже есть. FB-1981. И можно прочитать даже. Эффектор contains триллиум. Examine free and regulate responsibly for ink. Вот почему у нас игра лагает. Вот такая детализация. Даже на прицеле никому не нужная. Давайте QR-код. Кто может с честь прочитать точнее? Давайте. Ребят, скриним. Так, круг нейтральный. Равномерно более-менее сдвигается в сторону центра. Кстати, груз так и не подлутали. Но он тут валяется прям на дороге. Простреливается, просматривается. Но столько ништяков грузим. Посмотрите, в один скрол не помещается. АВМ, двадцатка, Х4, Т3, рюкзак, большая аптечка и гилик. Ё-моё. Только вот вместо Х4, Х8 или Х15. Опасный момент. Михаил Джейди проезжает мимо людей, которые по полю размещены. Каким-то чудесным образом выживает, несмотря на полученные ранения. Зачем-то нарезает еще круги. Видимо, хочет встретиться со своими тиммейтами, объединить, так сказать, усилия. Привет, Хамазулин. Всем большой привет, друзья. Чатик. Я, к сожалению, поворачиваюсь иногда после шуток в чат посмотреть реакцию. Типа, ё-моё, Севен хэд поставил. Красиво. Точнее, Севену, кажется, да? С Гарри Поттеровской вышки тут работают. Тоже неприятно. Майкла нокнули. Там я бы хотел нас за пухом посмотреть, на самом деле. Здесь беда. Бросают тиммейтов, поняли, что позиция очень плохая. Пытаются поменять, а менять не на что. То есть слева целая тима. Пытаются развернуться. Да, тут, конечно... Ну, это жопа, конечно. Причем по нему стреляют даже не те, кто ближе находится. Лёг пытается высидеть. Просто высидеть. Перестрелки тут не приведущие... Ну, вряд ли приведут к чему-то серьезному. Хотя вот эта вот команда на границе круга, она страдает. Расстреливают Михаила грязного... Так, Добер-88. Грязный кто там? Цыган. Грязный цыган. Пытается убежать. Одет он тоже как цыган. Потому что первая каска. Непонятно, есть у него там или нет армор. Там Кафест еще ставит хэдшот хороший. Ну, вот сейчас Пух с своим тиммейтом пытается промониторить и закрыть людей в Липовке. О май лорд, там с этого, с ВСС еще кого-то умудряется нокнуть. Псих. Реально, ВСС. Во, бежит. Это, ну, разок вроде попал. Справедливость ради стоит признать. Резидента пытаются спасти уже не в первый раз, кажется, он... Не, это первый бледаут, а не он. О май лорд опять с ВСС попадает и нокает еще одного. Неплохо. Тут для ВСС дистанция очень серьезная. Тут больше 100 метров. И как бы сложновато стрелять. А он умудряется попадать. Пытается прострелить. Может, там что-то торчало даже. Там сидел. Да-да-да, он его видит периодически. О, как только увидел, что прицеливает, сразу позицию меняет. Псих. Так, тут закрывают целую тему, посмотрите. Макфишин, Иван и Дефаков. Это, кажется, три танкиста и собака. Дефаков остается один. По нему работают вообще другие сейчас слева. И на охоту выдвигаются еще люди позади. Ну, он каким-то чудом умудряется проскочить мимо обоих команд. Правда, как будто не верит своему счастью и начинает оглядываться. Так, а что Пух? Там добивают тиммейтов. Пух с Бзиком должны выходить из липовки. И это очень сложная задача, потому что здесь открытое пространство. И... Ой, как же козырно тут разместились в домах. Дома-то так себе, на самом деле. Но учитывая то, что вокруг совсем все очень плохо, то они в шоколаде просто. Вот в этих домиках. На юге грязный цыган и добер напорятся сейчас на команду, на целую. А там Бзик с Пухом. Ё-моё. Давайте посмотрим на судьбу грязного цыгана. Он отчаянно идет вперед. Как будто знает. Видит вдалеке от человека, но он не знает, что есть люди ближе. Услышал. Еще не стал по-первыху стрелять. Непонятно. Добер нокает. Цыган... Господи, цыган! Твою налево. Цыган. Выживает. Неплохо зажимает. Закрыли двоих. Надо посмотреть сейчас за Пухом, друзья. Очень... Очень опасный у них момент. Там есть холмик, конечно, перед ними. Они слышат, что выезжают их враги. Но это ошибка, конечно, со стороны Пуха с Бзиком. То есть они сейчас теряют позицию и могут просто не успеть перебежать через дорогу. А бежать-то надо. А, там замес. Хорошо. Дымы правильно прокидывают. Заняты. Очень повезло, что тут две команды пересеклись. И фактически... Хотя тут могут еще стрелять. Кажется, видят. Или не видят. Да, сейчас будут встречать. Тут две команды прям. Прям две команды. Бзик первым доходит до зоны. До границы. Но у него тут три человека. Он пытается выцелить. И слева еще тима. Капец. У Пуха проблемы какие-то. Он за камнем. И, кажется, о нем знают. Да, его простреливают. Откидывает дымы. Пытается подхиляться. Кружание идет. Пытается пробежать. Сейчас по нему будет работать. Пуха нокают. И другая команда его будет добивать. Да, позиция, конечно, аховая. Тут Алмакс. Без шансов. Там четыре человека в спину ему стреляло. Груз. Подлутали, кажется, товарищи. Не поленились. Добежали. Рискнули. Аук вижу. Одного из игроков. Тут закрывают цыгана. Добера. Им крайне сложно будет продвигаться. Но в этом круге они как бы... Безопасность... Ох! Блин, высунулся на секундочку. Прилетела Скара тут же. Я к тому, что они пока тут прикрыты. Но следующий круг, скорее всего, им придется... Не сладко, потому что вот это расстояние преодолевать... Ну, ладно, досюда-то добежим. А дальше совсем плохо. Потому что чем дальше, тем меньше укрытие. А вероятность того, что здесь круг останется, она достаточно низкая. Да. Им придется бежать... Ой, очень далеко. Так, 12 команд. 33 человека. То есть половина людей только умерла. Несмотря на то, что идет уже пятая фаза. О, сейчас неплохо работают. Ну, как неплохо тут. По голове кому-то опять прилетело. Каску сняли. Так, Фил Гуд это наше. Сейчас вот задача выбрать место. Хотя нет, 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 нет. Подождите, Блад Найт тоже вне позиции. Его добивают. Вот тут агрессия будет в данной части круга. Потому что... А, Бзик еще живой. Пуховский Бзик живой. Кафест пытается заехать в круг. Заезжает их. Постреляли со стороны домов. Но они вроде живые. Но они открыты для... Вот с этих домов. Да, видит. Блин, вот это стреляет, а? Ну, он видел, он понимал. И в очень нужное время пострелял. Красиво. Пока Чеширский... Нокнут. Я думал, что вот эти товарищи попробуют... Ну, пробежать до круга. Но их мониторят. Too many faced God их мониторят. Еще периодически им прилетает. Вот как раз от этих зеленых. Так, едут еще 4 человека. Ой, вот куда им? Они непонятно вообще, куда приедут. То есть тут все занято уже. Посмотрим давайте. Вот едем на мотоцикле. Хорошо. Дома заняты. Мы слышим это. Окей. Куда тогда? Слева тоже стрельба. Окей, едем дальше тогда. Кто доедет, тот молодец. Что? Как? Они высаживаются просто в открытку. Без укрытий. Кидают гренку. Грязного цыгана там нокают. Господи. Просто вот в такую аркаду, да? Нифига себе. Я тоже так хочу уметь. Со Скорелис X6 зажимать. Ну, наверное, это... 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 Это скиллуха. Или опс-бак. Ну, я бы очень хотел так уметь. Так, тут Юпитер один. Его тоже убивает. Ух, это Скорода. Не в чусе! Валу его убивает. Но, тем не менее, ладно. Бзик вроде как... П-п-п-п-п-п... Ползает и... Живет. Чеширского добивают. Парадокс Ок пытается добежать. Очень битый. С пулеметом. Господи, ты же не можешь что-то так просто... Доползет. Эй! Не дополз! Парадокс! Ой, на Бзика выходит! О-о-о! Хвалуй какой-то псих. Он очень быстро, конечно, бахает. Очень быстро. Убивает. Какие-то злые люди сегодня тоже играют. И Винни Пэм там жалуется, что на Фрост Панк посадил. Вот так вот. Я же говорил, что затягивает игра. Особенно, если сам садишься, а не стрим смотришь. Так, Роман Вайт, Валуит и Борис Бурда. Валуй, кстати, четырех настрелил. А тут четыре полежуна. Это новая тактика. То есть, как бы, лежим вместе. Э-э-э-э! Не готов был Роман, потому что здесь проявится сразу три человека. И Валуй тоже очень-очень терпит. Борис Бурда прибегает последним. Вообще, что там герунду. Хотя, да, его справа. Ксмак. Так, ну, здесь придется оставить, наверное, Нокнутого. Потому что хоть круг и двигается быстро, но боюсь, что не успеть. Они еще там секунду тупили. Не, успеют, смотрите-ка, успеют. Он даже подлечиться может бинтами по-фасту. Лучше, конечно, аптеку бахнуть. До круга тут бежать всего ничего. Ладно, шесть команд. 16 человек в живых. Рефлей. Too good. Перестрелочка идет. Все еще Х2, представляете? Ну, этот товарищ, который сидел в домах слева, очень хорошую позицию заняли. И особо контактов у них не было. Тут сзади доставляют неудобства Росэнеризон и Вейдзол. Но они вне круга. Их закрывать будут. Их уже закрывают. Так, подбайтил немножко. Посмотрел откуда. Блин. Тут Рашид. Да е-мое! Такие злые люди! Просто! Ну да, конечно, он там зажал не очень хорошо. То есть человек просто ушел сразу за укрытие. Но ответка настолько быстро прилетела. Жуть. Реакция отличная. Очень хорошая реакция. Так, тут Вейдзол нокнул одного. И Рашид второго пытается... Не, не Рашид. Просто до круга добежал. Очень близко люди. Тут Форест и Сандо в два разных направления высматривают. О, хорошо! 4 килла. Блин, как же спрей хорошо контролит, а? Гринка есть? Двигается правильно. Лечится. Вообще отлично отыграл. Ну то есть надо было, наверное, быстрее бежать, чтобы он не успел подлечиться в принципе. Но все равно отлично отыграл. 10 киллов у них на тему. И по движениям просто вот от первого лица смотришь и понимаешь, что человек там прям... Быстро реагирует. О, здесь стрельба. Встречают троих из круга. Там Сандо и Кафест идут закрывать Рифлея. Ох, промах. Ну там манцет постоянно. Тут и третья каска. Смотрите, кар в третью броню. 40% сносит всего лишь. Тут вроде как удастся прорашить. Посмотрите, там одного уже... Уже сняли. У Рифлея Аук. Попка торчала. Торчит попка. Вроде как хорошо контролит спрей, но не попал. А вот... По дымам, по дымам еще идет. Побежал. Видно, 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 видно. Прекрасно стреляет. Так, тут Игниса рашит. Он с пулеметом у Нокой двоих. ХП остается очень мало. И 14 патронов. Совсем, совсем плохо. Тиммейтов удастся спасти. Тут 1, 1, 2. И тут потенциально 3, но... Но это вне круга. Успеет ли доползти? Должен успевать. Одного точно успеем поднять. Второго... И они тут в сейве, на самом деле. Вот тут мясо будет. МММ. И недовольные вкладчики. Очень близко к нему. И двигаются, кстати, в его сторону. Дэм Дистрэкт. Прыгает для того, чтобы ползунов увидеть. Увидел. Увидел. А его нет. Ах! Второй увидел Кафест. Вообще грамотно. Все, тут 3, 2, 1 получается. Вейдес Икс Зол. Который, опять же, очень хорошо тоже настрелял. 8 аптек. Ну, он там проходился по жирным людям. Кажется, увидел. Че-че-че-че-че-че-че. Блин. Ну, и с медициной у неё проблем нет. У неё там 3 энергетаса. Очень опасно, конечно, сейчас. Надо стрелять. Раз. Два. Ах! Ползуны! 7 киллов. И остается 1 в 3. Кайф. Ой. Блин, как же бегает Мансит. Сразу так. Вверх-вниз, верх-вниз. Ё-моё! Ещё так зажал отлично! нокнул одного лечится гренку нужно туда гренку прям гренку можно еще собрать меняет позицию блин какой а вы все равно молодец и пулемет такой да вот это общий уровень в этой квалификации по крайней мере по 1 катки он очень высокий я вот переключался на людей и все молодцы то есть куда ни глянь никто не тупит все стреляют точно ну чем чем ближе концу тем конечно чаще такая ситуация была но в принципе нет такого что кто-то делал непонятно что вот и это очень качественная игра для первой квалификации это очень качественно сейчас попробуем чтобы к нам присоединился соколик я зайду в дискорд возможно по комментируем мы с ним вдвоем но в чате отписался в язык соу сложный тени к ней им такой не прочитать с первого раза рефлай горит норм игра хорошая калкаточка получилась я чувствую сарказм в твоих словах но не знаю к чему он относится поэтому не могу оценить она это всего лишь первая игра была всего лишь первая игра надо сейчас списаться с соколом потому что стрим то задержка он не слышит меня а может быть слышит а он хотел он хотел сходить перекусить я не вижу его в онлайн заходим пока в следующий матч думаю там уже была создана игра да есть друзья пароль тот же самый это участникам что-то я кашляю сегодня у меня подозрение вызвал товарищ который со скороли с x6 зажимал как как псих ненормальный вот ну может быть это опять же ops ops баг такое бывает грязный цыган зашел участники заходите во вторую игру следующая карта напомню что по итогам четырех карт 10 команд пройдут следующую стадию играть желательно до конца сражаться ну и все как бы вы видите как как стараются люди то есть уровень выше чем был на том пафосном европейском турнире не не нет я сравниваю с предыдущими квалификациями то есть на прошлых квалификациях было как правило 1-2 команды которые являлись явными фаворитами ну далеко за примерами ходить не стоит например вчера у нас команда из четырех раз три раза заняла топ-1 с большим количеством киллов то здесь ну пока мы с вами только одну команду видели которые там заняла топ-1 все остальное впереди но в среднем куда бы ни переключались везде везде люди очень хорошо действовали грамотно действует сразу видно что это лазчел не полежу спокойно ждешь пока два склада за месяц а так в том то и дело что и его скорее всего бы заметили потому что прошлого полежу на убили в очень схожей позиции правда он еще за деревом лежал вот и товарищи явно не ну они знают как искать полежунов то есть они периодически прыгают осматриваются когда ты прыгаешь и человек рядом находится тебе значительно проще увидеть из-за того что угол меняется и трава уже не так эффективно перекрывает лежащего человека поэтому он понимал что и скорее всего его сейчас расстреляют и начал стрелять ровно тогда когда оценил риски и понял что пора империал им говорит привет спасибо за контент в элкам вообще вообще не за что квалификации самый неинтересный самый неинтересная стадии лиги потому что тут все-таки участвует кто угодно есть люди которые там играют не очень хорошо хотя эта квалификация повторюсь скорее исключение исправил а следующая пятница суббота воскресенье будут финалы и еще через неделю суперфиналы с приглашенными коллективами там вообще будет жара я не знаю там и карт будет больше играться 6 в суперфинале насколько я помню и мой 10 суперфинале и 6 в финалах бог старался да еще все впереди это первая катка тем более в конце концов они долежали до туп 11 или топ 10 10 как-то так в начале а и и а и ммм 06 94 гриц как время есть до начала второй карты я думаю что уже ну хотя когда сигнал дойдет игра уже стартанет скорее всего поэтому вряд ли информация будет от меня актуально тем более что уже все на связи даже больше на два игрока чем причем предыдущей катки там 62 на старте было если я правильно помню и ставил горит они неудачно заехали ну заехали они еще норм ну то есть самое опасное заезжание это когда вот первый приезжает компаунт и встречает то есть когда нет информации о том если противники или нет когда ты не понимаешь какой страны тебе нужно подъезжать но пух приехал очень хорошо точнее не пух приехал его тиммейт приехал очень хорошо не приехали в тот домик который в котором не было врагов а вот их тиммейты очень странно доезжали то есть они ехали на помощь но ехали со стороны как раз врагов и это было неправильно конечно потому что один приехал вышел его расстреляли второго кстати не помню как убили тоже видимо не успел доехать а он высадился тоже не рядом с тиммейтами то есть надо было просто передать информацию что противники в первых двух домах напротив нас да то есть вам нужно объехать и подъехать к нам сзади и тогда они спокойно там вчетвером два дома в два дома уже могли бы перестреливаться как-то а получилось так что первый кто приехал вроде как выжили молодцы заняли дом то есть они безопасности в сравнительной ну то есть их там не рашил никто ничего а вот третий четвертый приехали очень странно топ-8 говорит дай за лопухом так начинается следующая карта и вигарит спасибо за пабджета своим frozen карьером надоел уже frozen карьер фрост панк называется игра frozen карьер и всего 10 частей было все прошли стартуем я надеюсь что соколик по крайней мере в третью четвертую катку присоединится хочется покомментить на для разнообразия вдвоем привет слоев дилер ммм говорит у меня fps падала всю игру до единиц это бывает в кастом как такое народу очень много и то есть к пятой фазе вы помните выжило 33 человек при том что стартовали ну в начале там двух человек убила 60 человек было на старт то есть люди люди на турнирах играют по-другому стараются строить избегать контактов строить избегать жертв играют очень аккуратно но когда дело доходит до непосредственного контакта то приходится конечно уже разбираться но в определенный момент действительно у тебя как участника поблизости там в районе 300 400 метров уже все игроки это все отображается все обсчитывается и в пабликах конечно все по-другому совсем по-другому и народу меньше особенно к этой фазе там раза в два наверно хрустим поехали самолет хороший выбирай почти любую точку есть только совсем не популярные места остались за за бортом ну типа ла кабриера или импалы вообще этот самолет наверно самый самый клёвый в плане долетаний куда угодно от вильдемара до компа милитр все все четенько даже до призна можно долететь спокойно ну как немножко чуть раньше открыться и но призом этом это вам не сосновка так распределяются людям вижу рефлея который говорил про классную игру не знаю попаду я по нему наверху или нет 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 я в ммм уперся давайте рефлея пронумеруем меня интересует куда пух будет падать я думал на пикада все-таки нет нет пух все-таки решил на пикада не падать а компа милитр ничего себе грамотный менеджмент вы посмотрите прыгнули в самом начале дроп зоны ну то есть там где самолет стартовал без какой-либо конкуренции абсолютно в колоссальном радиусе от них нет никого конечно отсюда с высокой вероятностью придется свалить учитывая то что это одна из самых отдаленных точек от центра круга я не знаю что мне с голосом может попить чего-нибудь сейчас я бахну ингалятор зато похрипеть можно возможно сукова отвлекали домашними делами он там пошел пошел перекусывать но он что-то любитель долго поесть опа вот здесь вот у нас кстати могут быть проблемы то что две команды в сан-мартине причем кафест отрезан от цивилизации его мониторят и он как бы в двух домиках и судя по тому что в его сторону периодически это смотрят скорее всего потому что лутают его должны были заметить должны были его заметить и у него выходов отсюда не так много то есть у него компаунд с одной стороны хороший то есть в принципе он и сам если захочет никого сюда не подпустит но правда может словить что-нибудь такое рандомные и потом уже до его мониторит просто о нем знает ставлю на то что кафеста убьют первым охвыль поза две команды еще вас леонос решил никто не парить туда ну в остальном люди разобрали есть две два принципиальных стиля так скажем лутания если вот судить по прошедшим отборочным это тема падает какой-то в какой-то город поселение там где лута достаточно для четверых в таком случае есть риск что ты пересечешься с аналогичной тимой а второй тип лутания это когда ты делишь команду и разбередаетесь вы по бомжедомикам тут несколько команд этим занимается макфишина первым убивают ставка не сработало к сожалению кафест все еще жив но тут видите раз команда два команды распределена три команды распределена то есть какой способ лучше сказать сложным иногда бывает что и было на отборочных тоже что люди в крайне непопулярных домиках пересекаются как раз из-за того что все рассчитывают что что на них не будет никто в здравом уме на турнире бежать в эти два там три отдаленных дома за лутом и пересекаются там командами просто так спору грида выдвигается тима тумани фейс год миник с 8 шикарным но на самом деле тут очень мало лута на четверых а форес пытается пытается свалить назад тиммейт его сзади подходят типа помогать но не все он откидывает дымы бинтуется я думаю что он уйдет уже дистанция приличная и учитывая то что не есть и медицина и дымы он должен спокойно уходить у тебя итоги занятия вокалом привязать с ними нет а это я сам расщепляем начинаем так все еще в сан-мартине напряжение есть в остальных местах кроме хотя вот в эльпозе тоже могут встретиться total max digger и громосека громосека громозека громосека это это что-то другое так 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 опасный момент громосека громосека пусть голосов становится да все в порядке там просто что-то першит сейчас кажется цыгана грязного будет ушатывать он как будто и не в курсе что происходит с такими текстурами участвовать нет да я думаю что вот как он заберется наверх его уже ой-ой-ой увидел 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 же на горе просто три человека нет он звон за грузом поехал ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой там резидент из в сс нохать но грязного цыгана продолжают бахать да уже дистанция серьезную но продолжает 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 одно попадание всего лишь господи мне казалось что он обречен просто просто обречен на груз выдвигается ксм чик о ксм чик точно ксм чик это старкрафтер видимо в прошлом он добежит без конкуренции до этого груза блин киндама тут еще вписывается опа прилетела как же точно не стреляют капец вылез называется грязный цыган головой так из лево-право грамотно делает ксм чику выпал гили сьют и мк 14 он спокойно возвращается домой но вот здесь на самом деле опасность для двух игроков его команды потому что они во-первых в окружении но и тут тиммейты их убили насколько я помню да помните свой сс это же здесь происходило и тут тоже ой парадокс очень рискует очень рискует он пытается добежать до машины садиться в машину пробует уехать к своим да он уже практически в сэйве в безопасности то бишь надо надо исключать английские слова такие же организмы из речи если есть конечно аналог на русском языке подходящий что в сэйве кричат обычно во время игры чтобы потому что это безопасность я в безопасности вот это дольше в сэйве в сэйве можно четыре раза сказать очень аккуратно конечно люди действуют так пуха пронумеруем то есть тот тоже рефлей поехал и разбежались все ну то есть эти товарищи скорее всего есть не будут грязный цыган тоже безопасности кафес пошел куда-то непонятно куда то есть он за ксм чеком или просто груз проверять не знаю видел он или не видел но они вот реально могут вдвоем пересечься хорут они привет тут лучше готовился к завтрашнему дню так увидел груз и решил вернуться с его стороны было видно что рядом с грузом что-то появляется поэтому я подозреваю что просто опа или просто пошла стрельба в городе и он решил что не будет рандомить пойдет лучше помогать своим majestic фил гуда но кайт фиолетовый зеленый а majestic фил гуда вот сюда вот попал неплохо сандра не удалось попасть каракс 8 спасут спасут учитывая дистанцию тут почти нет никаких сомнений что нокнутого поднимут без каких-либо серьезных последствий тугут проезжает в опасной близости с командой господи это вектор что ли ничего не попадает третий джойница попадает одну пульку а это свои из вектора баху выходим да ладно тут же тут же в окружении вроде а выбора не было и не в окружении уже они дымились и и подбитые были о а тут еще тима справа начинает накидывать срочно дым срочно дым и вот в эту сторону видим нужно назад бежать да мы пошли а стрелять причем вот по тем из компаунда блин хорошо что они не могут не имеет возможность пап по этим пострелять из-за горочки ну потому что не деться ой кафеста кафестом нокнули бедолага бегут уже на него добивает majestic нокнул в смысле добил его остается 3 в 3 до убегают вроде как нормальный ммм тугут и рефлей от двух команд очень рано контакты в этой катке начались опять же пап по потерям там человек четыре умерло всего лишь но но постреляться очень многие успели majestic пытается добежать компаунд не знаю спел ли он подлутать или не успел но все живые судя по количеству медицины скорее всего успел папа под это сам подлутать чеширские опять там кого-то нокаут через дорогу тут они продолжают перестреливаться хотя не знаю зачем здесь воевать о опасный момент кажется сейчас будут рыбачить успеют из круга едут люди три человека немножко биты там четверо в городе должны слышать должны встречать слышит встречают первый зажимает ну никак хотя переворачиваются сами виноваты вытрухаются из машины ковров нет боже минус вся тима разан двоих замочил и бор ну водитель это водитель виноват во первых какого хрена ехать по дороге ну как бы и и тем более из круга вот серослав подписался на максич спасибо за максич переподписан тринадцать месяцев громозеку в чат серос я росли ярослав видимо и максич спасибо за переподписку в общем водитель был безмятежен без мятежен и из-за этого поплатились люди таком майлорд добера убил это откуда а в power grid просто тут прибежал на разделился зачем-то не совсем понятно зачем сан-мартине все еще три в три стоят самый козырный компаунд это вот это пока что в круге ну и горочка конечно тоже весьма и весьма вот эта вот большая гора и грябельно так по зомби чу стреляют но тоже дистанция серьезную пока что пока самые крупные потери это конечно же вот 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 эти товарищи их очень быстро разобрали на запчасти хотя не очень быстро видеть до сих пор там последний долутывает остатки объектки но это самые колоссальные потери потому что ну по дороге мимо города ехать всегда опасно особенно выезжая из круга и учитывая то что здесь самолет летел как бы тут монтануэва вполне могли быть люди ладно там одни какие-то там с севера но хотя там тоже самолет летел так у эйда с наш старый знакомый приезжает компаунд по нему стреляют у нас все работают стриме турниры я вообще-то поиграют трены уже не помогут горит ртоне ртоне не сдавайся не сдавайся мы будем все равно с вас завтра ржать и болеть болеть и ржать пукс команды пешком идут в сторону круга я не знаю почему они решили играть от границы крайне сомнительные решения потому что тут как бы еще еще километры бежать километры но они выходят на какого-то игнеса тот отделен от всех остальных тиммейтов его могут забрать фен перемен там нокает филетовый коричневый фен перемен вот здесь вот опять же да и пух выбегает с тимой хотя и гнис и гнис смотрит но не туда заходит в компаунд а где у нас еще может быть контакт о о вот он один остался бедолага да в общем минус команды тут чеширский с тиммейтами я пропустил видимо встретили вот этот вот вазик как джип который приезжал и о пух кажется мониторит мониторит прям мониторит человек хочу не убить то слава тебе господи пух убивает первого человека на этом турнире добивает очень четко видите как как двигается как двигается тренер два груза но это забейте тут люди спускаются с горы странно вот эти товарищи очень сильно разделены ну за это уже поплатились одного человека потеряли но ютон привет так выходит еще одна команда опять же дарк лордов никоз и вейдзоу тот самый у обмениваются уже выстрелами с пухом и ко ну да и новый круг опять же нейтральный но я не знаю как тут как тут действовать как хорошо закрывает санда нокает одного еще откуда-то сзади прилетает он там компаунд опять же а нет нет они уже не в компаунде о еще санда навешивает как красиво попытках спасти тиммейтов падает еще два человека остается только си райд он пытается сдержать бегущих на него людей гринками надо откидываться а и получает в в голову от от ваванчика он бежал еще при этом е-мое ваванчик там один играет это его первый килл и такой чудесный до колян тут перестреливается у них позиция очень хорошая потому что людям нужно с при на постоянной головой еще влево вправо уходит очень очень грамотно действует конечно сдвигаются в круг соколик вернулся пропустил он вторую катку начала увы я в дискорд зашел соколик и каким-то тоже странным образом команда пуха все еще в полном составе пешком добирается до следующего круга до их тут потенциально закрывают ой вот здесь проблема чеширского с командой потому что по ним потенциально две-три команды может стрелять они откидывают дымы пытаются вылечиться ой пуха с товарищами выходит на компаунд они слышали там стрельбу многочисленную стрельбу но кует дмей фейс год увы хочу посмотреть как штурмовать будут пухи рефлейту гуд 4 команды такая кучность капец смотрите вот дошли до компаунда в нем уже есть команда здесь еще одна команда и там еще команда конечно в шоколаде те люди которые находятся в домах начинают работать рефлей рядышком рефлей зажимает пуха но к этого пытаются прикрыть командира командиром командиром рефлей но к это еще второго добивает саз брика стягиваются тиммейт эту гуд по ним правда работают с где пытается прикрыть но к и три флея хорошо стреляет очень хорошо стрелябе какой дым дарк лордом убивает перезарядись ну там пулемет ой как же мы можем то ёбар из это попал разок так пух уже в себе рефлей рефлей убили но потеряли одного из своих капец и тут замесы жуть приехала машинка и просто приняли прекрасно тут опасная ситуация господи все в дыму впереди враги и здесь тоже опасная ситуация он гренкой добивает the money face год без хп но он успевает нокнуть михаила но его кто-то убивает кто его убивает его убивают вообще с горы вот оттуда ну хотя подождите тут тут кендама живой да и он и он поднимет и грязного цыгана и майкла тоже поднимет правда времени маловато окружение то уже идет а нужно еще бежать где-то с полкилометра то есть тут как бы тяжелая ситуация не факт что успеет поднять пуха закрывают они с одной стороны разобрались они это не разобрались вот ммм и тугут они просто перегруппировались будет их закрывать но их там двое всего лишь всего лишь двое пух пытается пройти видеть человека в окне его тоже прекрасно видят ворум фарма но кают пытается поднять окружение то идет ой гренка еле-еле на последних и так поднимают 12 команд при этом еще живые 12 ой сейчас сзади дарк лорд никос могут выйти в спину к ммм ой ммм вообще тут не какущий хотя его пытаются выйти пытаются выйти там чубакир он обменялись побежали псих пытается про подрашить господи он сейчас сам спину видит ног добил пуха нокнули сверху стреляют еще люди второй здесь отличность лично бзик вообще прекрасно отыграл дарк лорд выходит ё-моё не успеет подлечиться видимо или успеет успевает ой дал инфу правильно что типа люди наверху бог бзик нокнут там овм что ли там похоже на вм ё-моё пух идет спасать своего кстати удалось спасти грязный цыган михаила кендама все все живые тут нокует на тут спасут нормально все вот здесь вот опасно но все-таки самое опасное место опять же у пуха с командой потому что туда еще одна команда джойница отвлекается как раз никос отвлекается перестреливаются вообще с другими людьми они о каляне вообще не знают ой каля 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 ой нет зика снова но кует в голову добивает все не спасти пух пытался было вернуться но и господи какой ад просто отда его оттуда бахать будут и медицины нет нифига бедный пух да вот по ним стреляет с глушака понимает что они вставать вставать валить видит видит человек с каром уже обходит один смотрите декстис красиво ног и минус да на десятом месте или на одиннадцатом заканчивает выступление команда тренера кружани смотрите какой центр круга ой это низинка вокруг горы на юге грязного цыгана ушатывают не берил гренка близко ушел 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 и форсирует такой форсирует увидел господи как же как они стреляют а как они стреляют минус 3 просто минус 3 грязный цыган расправился полностью с командой конечно впереди у него еще три человека но по ним там сзади на наваливают ай окружание идет грязный цыган пробует подлутать 6 аптек взял побежал но сейчас в спину ему неизменно должны накидать потому что он будет бежать вот хотя они заняты другим опять же по ним стреляют грязный цыган впереди по нему начинает стрелять нокают грязного цыгана сэвена тоже нокают блин психи психи не не стыда не совести и жалости главное у них нет бегут видят сразу убивают еще подлутает он еще тем не успел остыть а ты трогаешь его маджестик с человеком тоже заезжает горочки там наверху уже ждут уже ждут пытаются выхилиться до 7 за границы круга вы умер маджестик пытается принять людей которые да это это обс мод такой клевый показывает что отдачи практически нет ну стандартным как как тут замес еще вот последнем компаунде раз два три четыре команды находятся рядом самая плохая ситуация у никоза и dark dark lord of а потому что им нужно прямо сейчас принимать решение и вы выбегать из круга заменяет вторую броню видимо на более свежую зачем-то выцеливает хотя его сейчас уже спины крупно крывает о вот зачем он выцеливает нокнул увидел второго наверху а тут товарищ понятное дело своего дружа не будет пытаться поднимать ай прилетела тоже в голову из кара с глушителем белик 1233 по нему издалека со соседней горы стреляет здоровье у него осталось крайне мало его нокают а его тиммейт ксм помните они разделялись он он еще живой у него как раз все нормально киндама тоже ситуация него аховая медицины нет здоровья нет все что есть это фулл буст практически по полностью он за затарен здесь вроде как нормально справляются вторым закрывают этот круг там остался один резидент один dark lord и один ксм чик то есть разрозненные команды да киндаму все-таки разуплотнили тиммейта нокают фен перемен подлутывать еще пробует увидел хорошо очень хорошо пострелял вот опять же переключаясь на чуваков таких более-менее рандомных ну живых но рандомных и как бы все 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 у них отлично со спрей-контролем с действиями молодцы да джин гоблин это полностью согласен тут как бы это с клиент такой игры клёвый который ну он показывает показывает что типа отдачи нет моментальный прицел возвращается но это старая болезнь болезнь паб g а сразу товарищ который либо не играет либо не умеет играть сразу начинают обвинять людей в читерстве подрубах и прочим 3 2 2 1 ввм еще 10 патронов видит человека слева это это его тиммейт поэтому не испугались мы очень опасный товарищ вот сзади как раз ксм чик потому что он в тылу его вроде как проверяли но не не досмотрели сложная ситуация у чаки который пытается из круга выйти ну что уже поджимает видит хорошо сауга зажал 400 патронов у него слева шаг вроде был да и dark dark lord его нокает успевает причем еще спрятаться дарк лорда тут сзади еще господи такое мясо остается у нас 3 1 1 причем 1 у нас кустарный полежун в гили сьюте все как надо с карелечкой и мк шансов на то чтобы справиться с этими тремя убийцами у них там и 9 киллов они такие не не отсиживались да ладно дарк лорд выходит один одного нокает 2 не успели ксм чик понимает что он остается один скорее всего видит поднимающих видит жену не надо того кто поднимает ну ёпы разоте там можно было нокнуть одного человека и остались бы один в один там сидел же поднимающий нок одного очень плотно кладут конечно очень плотно перевязка ран серьезно хоть бы лег да игренка сейчас пролетит смотрите ой точная 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 где дилай еще одна ну по крайней мере одного он убил его уже слева оббегают он не мониторит другие направления колян к нему час выйдет и убьет хорош до грамотные действия очень хорошая стрельба впечатляет впечатляет декстис н н вани наверное и колян топ-1 не знаю название этой команды но но ты играли хорошо круг опять же никому не благоволил то есть не было команд которые сидели долгое время на одной хорошо защищенные точки и не нужно было никуда уходить постоянно все двигались да и точек там кроме да кроме вот этого последнего компаунда справа нормальных то и не было да и он тоже такой не сам не самый удобный потому что его защищать крайне сложно он там очень много всяких зданий в рамках этого компаунда забор не такой вот что контролить удобно высоченные то есть люди могут просто подойти незаметно собственно таким образом там оказалось сразу три-четыре команды в определенный промежуток времени то есть одно дело когда компаунтом стоит из пары домиков там чем-то огорожен чтобы можно было держать оборону не только с окон а выходить нормально под ковры а другое когда это такое же мини поселение там разбитые самолеты всякие грузовики стоят контейнеры там две бетонки насколько я помню несколько стандартных домов небольших одноэтажных и все это держать даже вчетвером практически нереально учитывая то что о соколик привет привет заходи заходи выгрузками да 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 можно говорить три минуты же задержка такие же тебе личку на goodgame скину пароль тот же самый да не меняется над игры в игру ты главного не полейся понятно сейчас привет привет да ничего страшного даты от коментили от коментили нормально впервые сейчас за 5 квалификации по комментируем игру вместе с околиком посмотрим как получится друзья вы очень внимательно проведите пожалуйста ближайшие 20-30 минут попробуйте оценить как войдет если понравится то пишите пишите сокол продолжить ты видишь насколько серьезные люди играют даже на квалификациях да очень жестко жесткий хорошо красиво зажимы некоторые красивые да ясный цыган вообще шиканадзе да главное главное грамотно он но кает одного понимает что у него есть там 6-7 секунд на изменение позиции уходит обходит выходит и все все четенько делает 1 2 3 меня на перетянуть а да там хавок помогает отлично сейчас не увидел кстати кстати первое место занял потому что три минуты задержка наверно так тимаса с тремя человек да 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 ну там был шанс кстати у одиночки который ксм-щик у него была ситуация нокнут один из трех он выходит у него гелесьют мк его не видят он видит картину следующую один нокнутый 2 его поднимает 3 мансит чуть правее прикрывает ну типа он смотрит по сторонам и догадайся что он делает но у него там x8 тот который поднимает нет нет он пытается попасть по мансующему прикрывающему человеку вместо того чтобы дать хэды замки по понимающим а то есть его еще не видели его не видели вообще да он выбирал 2 до начинает паниковать и прячешь до паниковать так и так да 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 прям прям на панику и ясная ставка но смысл в том чтобы он не поднял и тот-то цель не двигается сидит он зачем-то выцеливает человека который типа такой боевой а гранаты а гранаты далеко там были да там еще для гранат позиция не очень хорошая то есть там же горка серьезно к нему то нормально можно по поскидывать а вот ему сложнее я сегодня так гранатами да ты что басик кушу басик басик видит едет я сжимаю гранату 1 2 3 кидаю по траектории пасика она взрывается перед басиком басика разворачивает чувак в басике в панике и я зажимаю я как басик как граната развернула басик на машине перед тобой взрыв огромный все летит такой осколки ты по тормозам руль выворачиваешь ну не ехать живу на гранату правильно да уже все взорвалось все равно ты же испугаешься конечно ну вот а мог бы вы сразу бить гранаты если попал да ну это конечно бывает элвис лепешкин говорит еще не вошло но уже нравится трудности перевода с немецкого ну смотри полезные кнопочки это о из игры да это видимо что-то плановое пейджа пейдждаун можно переключаться между игроками если ты в рамках одной команды находишься так 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 букву г если нажмешь будет отображаться пушка над всеми игроками тоже полезно чтобы представлять кто кто с кем из чего перестреливается сейчас присоздам лобби люди опять читать не имеют ясно ну да короче уважаемую часть а ну три минуты опять же учитывая то что впереди еще четвертая карта пожалуйста никому не сливайте пароли занимайте пожалуйста места в игре согласно номеру в турнирной таблице вот какое от единицы до 20 ваша команда на занимает место туда собственно и заходите пароли никому не выдавайте потому что в любом случае судья перепроверят и кикнет если что только дискомфорт создадите то есть для всех остальных и вас начнут ненавидеть вас забанят на бутгейме потом напишем вашей маме письмо да или позвоним просто или приедем в школу до сейчас зеленая карта будет или да 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 сейчас новым мир омар или как называется эрангель эрангель конечно же но псих вообще я посмотрел красавчик какой тиммейтов того на которого тебя заменили точнее на борту нет да нет я никому не все нормально точно точно да все прекрасно пух правильно сделал я не хочу эту тему поднимать давай все нормально хорошо он старается он хочет да они стараются вот я только не понял момента почему они остались без машинки на этой карте когда вот сверху вроде с полутали отлично базу никто не не ничего у них там должно быть всего в избытке проехали в северную часть круга никакой конкуренции тоже правильные решения а потом взяли оставили и побежали пешкарусом то ли услышали что-то за рулем было но не сокол так в них наверняка не одно транспортное средство было даже если допустим они выезжали с базы на одном транспортном средстве то они там пол карты по северу проехали у них там по дороге было миллион машин они точно должны были что-то взять то есть непонятно зачем они решили пешкарусом и еще они легко делались на самом деле потому что по когда они шли по северу помнишь какое количество команд впереди было то есть были сначала люди на горе потом еще потом люди внизу в компаунде они с ними справились потом люди снова на горе там по левую руку причем две команды там были ну в общем тяжело тяжело заходи кстати в игру я уже внутри молодец мне понравилось как бзик споку начал обходить и этих двух в компаунде очень шикарно принял прям по красоте да если бы счет там слева не прилетела ему это там люди с чубаки совм долго шли они на эту стрельбу и все-таки дошли ну с вами не вписаться это конечно грех потому что все таки в турнире за каждый килл дают очки а в м сексом на рейнджа можешь себе нокнуть кого-то ударить очки профит да и иногда решают даже вот эти один килл но одно это очко пуха или птика или чье там очко было она может им как раз добавила эти очки в общую сумму всех очков да ты прав ты прав я правда забыл никнейм этих чуваков но они вдвоем по-моему играют dark lord кажется нет dark lord of и алмакс команда первая но по крайней мере тоже на севере они были не уверен что это были они не уверен мне брат в германии живет те же трудности перевода ля доктор уха горло шея или не лошади а лошары ты тоже был бы путал лошадей с лошарами и лошар да оля оля смотри что за лошадь лошары там идут до лошарики миша вчера ездил я по старому старинному городу пасу так но есть же город самый старинный город то есть ну так где там все все архитектура сохранила видимо ясно так узенькие узенькие проходы везде я на машине туда право-лево 5 сантиметров еле-еле из зеркала 5 сантиметров жимаешь и когда там как тебе не остается от машины а я понял я думал что там какие-то проблемы у тебя так и чего вот и есть там на кнопочку нажимаю у меня зеркало в машину так раз проезжаю опять зеркало боковые все туда-сюда ездил блин шесть чего не раньше строили пентакузка все наверно машин не было потому что лошадь проходит уже хорошо ну да или лошара лошаров а ну-ка лошара пойдешь там проходит фриз говорит приедет пух и съест все у вас что это к чему интересно надо заранее читать комментарии потом их озвучивать да а кстати количество участников стало еще больше смотришься власть 68 человек не может подтянулись конечно но добавится судье работа на проверку конечно же кстати есть уже табличка с предварительными результатами по двум картам евгешин о евгешин подержал на 150 рублей 50 рублей сейчас читаем вы соколом не участвуйте показали бы ребята конечно пух правильно сделал он хотел чтоб соколик пока ментил с тобой просто да в общем предварительные результаты следующие команда владик топор 777 в составе белик 1233 гетин ггг ксм чик и majestic 777 пока что занимает первое место первое место а это по результатам нет это только по результатам первой карты друзья на втором месте реактик команда вот как раз вейд из зол дарк лордов никоз и дальше третье место артов килл кафест филту гуд резидент санда кафе кстати хорошо стрелял да 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 шутки про очко как как водится заходят очень опять на ура да сейчас будет круто команда 4 рефлей став ммм ту гуд тоже хорошо отыграли прошлой каточки кажется топ 5 сильно не изменился то есть как кажется 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 ладно посмотрим почему не играешь а смотришь спрашивает наш не умеем мы играть все вот два неудачника одного в команду не взяли другой в принципе не это самое не играет от первого лица и смотря как играют здесь я понимаю что я мог бы долежать как-нибудь долежать теоретически межправильной стратегии да можно пройти как минимум да как минимум ну а что ты будешь делать в следующей в стадии когда там выходит из 23 команды 3 команды выходят следующей стадии 3 сейчас 10 ладно это эту стадию можно пройти даже не умея стрелять реально то есть нужно немножко везение транспортные средства и грамотная тактика чтобы люди там ну по крайней мере могли удержать ту занятую позицию которую там ты занимаешь и все тут до топ-10 теоретически можно дойти в такой ситуации а дальше то что потом вот отсеется не очень расторопные товарищи и в следующей фазе те же самые 20 команд но уже как бы по по расторопнее но выходит только три а там уже контакты неизбежно ты там в пятой фазе встретишься сейчас разговор был о чем так как добраться до топ-10 ага нет в этом так и назовем ее до топ-10 она работает исключительно до этого момента а потом как раз топ-10 это человек 35 это пятая фаза как раз как проверяли на первой карте и это где-то 24 квадратных километра 2 на 2 и там уже люди начинают пересекаться то есть ты уже бежишь и видишь народ и уже все уже никак без стрельбы как ты думаешь как биндить как ты думаешь да как варкрафте до контрол-1 потом на единичке а чего у тебя в пачке только один этот один архмаг давай добавляет еще 3 футменов к нему двоечку возьмем лучше биндить да работает работает а еще бы ими управлять можно было бы знаешь как это с карты послать пуха куда-нибудь там в камешке или в жарке лутать он такой опять работа и все и пошел пошел вот так посылаем пуха в сосновку хорошо а скажи как вот у нас сейчас будет впервые кстати я с кем-то об сервере у блин наблюдаю за матчем в первых на первых двух турнирах не было в принципе возможности подсоединяться второму observer вот сейчас собственно такая возможность появляется и есть ну короче мы сможем больше больше замечать поэтому если вдруг что-то где-то происходит ты говори говори можем кстати забинить одних и тех же людей и если что я могу по бинду просто переключаться на ну давай сделаем на единичку команду пуха то есть пух то есть я буду больше смотреть давай скажем за какие ими тимами еще кто был еще топ-1 или топ-2 чтобы я например наблюдал параллельно majestic 777 majestic 777 гейтинг белик любой из этих четверых топ-1 все сделал то есть у меня команда пуха и команда majestic то есть я интенсивно за ними смотрю скажем хорошо и ты кстати можешь чаще поглядывать на большую карту чтобы я чаще показывал общем не общий план на это часто жаловались а именно именно какой-то ну процесс лутания не очень интересен скажем прямо ужас очень очень интересно то то что на сосновку летят три команды и пух не летит на соснов как так да пух взыком летят на школу или на многоэтажки может на машинку все-таки скорее всего да вот эти вот люди которые до что-то в этом роде очень много народу разлетелось именно вот в центральную часть круга и осматриваются по по сторонам как раз ищут машину потому что здесь лутать не так много чего есть а вот кстати смотри приморск никто не полетел а можно было чекнуть и исправиться но там может быть зелененький майкл джексон но он квари берет можешь потом взять приморск если они смотрели под это да кто-то нет сосновку уже почти разделили окажется забили уже голубенькие хотя нет подожди убивашка они не долетели вот очень-очень-очень не очень хороших хорошо дела у по повара и ними убивашка потому что их банально могут закрыть если диггер видел что такие опоздуны то просто до пушки и и смотрим и встречаем кажется понимает это товарищи сдвигаются не будут на сосновку эти и в новорепные роман white 7 валуй валуй вообще прекрасно стрелял помнишь там тоже что в первой карте что во второй если заставал тоже хорошие темы отвешивал пух плюс 2 едут в сторону северного я биндю пуха на да но он там возможно будет не один потому что еще пара команд также едут по дороге там чакакку чак чакакку куку и не кро педра с с друзьями какие хотя у педра могут быть друзья правда ведь так в ясной поляне 1 лутает что 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 киберспортивных домов где-где-где 1 около шелтера помнишь эти домики они его кинули или он не нашел машинку это один ага все понял да 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 все или вы изгнали в это время пух едет в северной чакалака на перекрестке остановился у тает эти четыре домика и другая тима едет на стрельбище пуха пух в центре круга теоретически если они не будут крабить да очень хорошим они во-первых втроем этот северный спокойно соберут довольно быстро им им хватит что они целый круг будет его собирать а вот реальные проблемы у людей которые находятся в сосновке в южной части круга во первых потому что им преодолевать нужно трех километровое расстояние а потом когда они заедут уже в круг они окажутся в огромном в серьезном окружении то есть там плотность реально очень высокая в районе рожка многоэтажки как называется господи этот затопленный городок тоже короче здесь очень очень много будет народу еще будет больше к тому моменту когда круг будет схлопываться из наших гэгэшных только пух ну мог быть конечно еще сокол мог быть еще сокол но мы его не осуждаем пуха но сокол комментирует с михаилом да да я надеюсь миша смотри посмотри на круг посмотри на сосновку посмотри на чувака два два и к е я надеюсь что они начнут рыбачить двойки будет просто шикарно двойки кажется я наконец-то понял как как его никнейм про ой третья броня ему тут в этом совсем неприметные будочки выпала ему третья броня очень жирным красиво их двое получается да да ну двойки двойки и кто-то 3 а вижу а пер и мича сложные никнеймы полетел самолет с юга кажется я просто не слышу я услышал да он со стороны мыль ты пролетает вот ну в принципе в северной части круга кроме северного таких вот прям ну и нескольких там полдюжины максим наверное на точек особо мест таких вот чтобы сказать что да здесь можно выигрывать до конца их нет то есть разрозненные домики горочки деревья ну если бы мы играли еще в старом старом при старом патче то вероятность того что кружание был бы где-то в районе северным она была бы просто запредельные учитывая то что то как расположен круг а стрельба на перекрестке а это люди из разных команд нифига себе я думал просто к своим приехал к своему точнее у них же а цвет такой но более-менее чуть-чуть ну по крайней мере на миникарте они сливались немножко кстати сазбрик подъезжает на мотоцикле к северному да команда розан бу буру с шутинг рейндж занимает хорошо сосмо то едет на груз то есть это сосмо то это сокол пацаны да он увидел груз и едет сейчас вероятно что он разобьется да я правильно понимаю насколько он вероятность близок к к соколу по скилу так скажем но супер скиловый как соку слушаем нет саре сейчас подарок от сокола там будет обм лежать давай давай scream ну я не знаю как смотреть внутрь ой а вы ну да докуплено все даже сокол не играя помогает своей команде слушай мне кажется что у нас да это это замечательно у нас кажется намечаются рыбаки посмотри на левом мосту то есть они не торопятся уходить отсюда они приплыли туда на лодочке под мостом приплыли и поднимаются понял 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 сейчас тогда будет они озадачены в первую очередь поиском транспортного средства они они рыбалкой как рейтинг формируется по месту команды и по килом тоже и по месту и по килом так что важно и то и другое многие люди на турнире сразу стараются зажимать после после ног даже несмотря на то что рядом потенциально находятся еще враги стараются добивать как можно быстрее чтобы заветные очки сразу за собой закрепить так ну что вроде как пока что люди разъезжают через мост через смотри через северный тугут проезжает его потихоньку начинает стрелять минус колесо минус колесо ой позиция то хреновая сбил своего сбил своего не знаю но он думал что а там раша там раша там рашит рефлей блин вот хорошо этот конечно вейт зол стреляет одного нокнули сейчас нужно гренку просто закидывать туда и все гренка уже пошла от вейт зол не вижу куда ох ну браво отлично это красиво разобрали в минус 3 сделали правда по ним сейчас работают с компаунда и гнис фен перемен и за ну в общем с человек со скорелью и всс чуваки начинает лутать красиво до лутать надо конечно так давай какой зачем вы прыгать из уазика когда он двигается тебя задавили один должен прикрывать другой понимаете а другие раша да да все посыпалось ну возможно ошибкой было их через этот мост еще он довольно опасный ну да и ошибка произошла но когда уже она произошла ее не вернуть а потом следующая ошибка то есть окей пострелили крису вас все равно дальше до или по команде останавливаемся выпрыгиваешь да если нету команды останавливаемся не надо выпрыгивать да но это нам на будущее мишка да 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 все я мотаю на ус тут по стрелушке с киберспортивных домов домов по фен перемену еще не попадает под удар он на мотоцикле очень близко близко стреляют но все мимо попали только пару раз по транспортному средству и ой только сейчас спину прилетела одна пулька но уже они приезжают к чаке да это вот это его тим это его тиммейты спокойно ну у меня тут бывало такой тоже majestica сейчас высаживать смотри на мосту там же где был вазик но куда одного но куда второго баги небезопасное транспортное средство но там кажется минус колесо было минус 2 колеса баги с одним то колесом на скорости теряет управление если минус минус 2 это совсем печально то есть только только медленно ехать покидают новорепная и сосновку команды никто никого не рыбачит остальные ой груз кстати падает в районе сталбера у пуха с командой вроде как все хорошо они еще кстати грамотно смотри что сделали они взяли и в центр города завели транспортные средства чтобы у них был выбор и возможность свалить мало того что они подлутали они еще взяли уазик и взяли мотоцикл так я пока что посмотрю а как менять между игроками пейджа и они кстати занимают один из самых козырных дом домов северным а стоп подожди тут да это просто обмен я думаю кто там валяется самый ленивый лежит а кто самый ленивый ворум фарм понятно так перекресток стрельба с этим с горочкой но без серьезных последствий школьники опасны потому что мимо них проезжает резидент с двумя товарищами они конечно меняются берут берут баги но в принципе можно вот по этой двойке пострелять дистанция он сейчас будет еще брать баги тормозит перед баги зря 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 разворачивается пытается уехать блин у меня наушники перепутаны блин я думаю чё чё со стрельбой это не так я видимо успел после прошлой катки видимо наушники снимать снять и модеть неправильно запомнить я в них не играю по джим так на круг из северного выходит на шутинг-рейнже под он под бункером стреляют тоже по команде с горы но на этих по стрелунов сзади выходит еще целая тема целый сквад на них выходит на стрельбу тихой сапой аккуратненько повар на мотоцикле с тиммейтом проезжает через мост нет не без тиммейт он один проезжает через мост да но очень опрометчиво конечно enemy убивашка попытался тоже через мост проскочить но не получается еще ногу тиммейта его с всс причем с всс когда человек ехал как так стреляют люди ой идет стрельба еще на горе дикуха смотри в фен перемен с перекрестки их спалили они начали тоже шуметь и эффекта неожиданности нет тут же разворачиваются те ну то команды там колян не которым они выходили в спину успевает еще там убить добить нокнутого так повара тоже так подрезать дара рассказывай рассказывай так переместилась в круг вовремя чтобы потом не бежать из синьки или куда-то не в плохую позицию они сейчас нормальной позиции в круге будут ждать пока кто им подъедет принимать этого повара повар подъезжает как раз к ним он по-моему что-то увидел сразу уезжает по нему открыли огонь и он да он спокойно уезжает патронов очень много тратит да у них скорее всего после северного все в порядке ай не заклипился мне показал что закликнулся но от страх туда так где у нас еще до до факов остался последним из системы и они попали под перекрестный огонь там на горе на востоке куча машин из разных тимона вижу да по ним открывают огонь роман white со всех сторон по нему стреляют он не знает куда ему деваться борис будет а едет прямо за ним и все едут сторону пуха они сейчас все продамажены да уазик никакой лично пуха их расстреляет нормально они приезжают северный но в за пределами круга видимо решают здесь временно остановиться и и как-то перегруппироваться там идет на юге штурм вейд зэкс зол одного нокнув 2 его же добил остался один человек геттинг который в будочке сидит и кукует его кажется собираются рашить четыре киллса уже у вейд зэкс зол а сложный никнейм он как его читать черт его знает и кажется прекрасно знают товарищи что находится внутри да закидываются профилактические гренки геттинг там сидит за столом к нему начинает подбегать он тут в отвратительном позиции начинает стрелять и первый же розын блин росса наризон его убивает продолжается перестрелка нашу сингрэнджа одни внизу другие на горе а повара да точно это же он в одиночку там на его тима точно 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 он разведал получается он дал инфу то что можно сейфово успела подъехать тима у них хорошая сейчас позиция ну сейчас начинается экшен 16 команд живых миш 16 до прошлая катка в это время уже было 10 или 8 команд живых да команда клауна справа вместе с кругом едут в сторону северного может еду к клауну пупу ой перекрестный огонь и он через перекресток про проезжает господи никто не попадает вообще никто не попадает понимаешь никто я в шоке один правда вынужден и высадился прям по домам на него прыгают сверху он нокает феноперемена готовься готовься сейчас следующего при фаер был слишком поздно к сожалению и не смог не смог пух там постреливает по все райду очень битая и дача в своих своих а это свои же были нет 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 а а по чуть-чуть бы он его задавил чуть-чуть жесть новый круг команда пуха стреляет опять проезжим по-другому пуху стреляет по другому клоуну точнее круг опять не с пухом им надо будет валить у них осталась машина у них должно быть две машины по хорошему если они не потупили до 222 да и уазик есть и мотоцикл есть но по схеме один на мотике остальные на уазике выбирать место и ехать друг за другом скорее всего вместе с кругом но вот как дальше действовать то есть куда ехать есть там еще не занятые дома ты видишь еще в круге очень хорошие домики но тоже не знаешь занята не занята чтобы они доехали очень большая концентрация 16 команд от круга тоже тяжело потому что на периметре ну смысле на папа пока радиус как блин не радиус не периметр по окружности до вдоль уже тут несколько команд намечается уже начинает закрывать на руинах ой кстати их спокойно соберут вот эти вот товарищ с юга вообще им в любом случае нужно через проплывать на остров по крайней мере один груст они точно заберут который нас на островке есть ну как не увидеть как не увидит что ну миша не все такие там 444 пары глаз и два груза и самолет над тобой проезжает пролетает пух выдвигается вместе со своей тимой ой там еще в центре перестрелки идут и по кафест с с тиммейтами думает штурмовать не штурмовать но у них вроде горочка не такая плохая жесть будет на севере вот прямо сейчас уже вот намечается жесть потому что вот например двойки заезжают на мотоцикле со своим тиммейтом прямо вот вовремя развернулся на самом деле потому что въезжал прямо в троих слева на севере тоже смотри 43 команды три команды и такая поразительная кучность туда еще пух со своими едет на разведку первым правильно опять что-то вместе едут вместе вот так нельзя ехать вот-вот из-за этого смотри только что сбил его но хоть не перевернулся сейчас будут едут раз два три команды противника сейчас против них но они против всех как бы справедливости ради тут все по всем будут работать но пуха не самая плохая еще позиция с товарищами вот хуже всех фиолетовым потому что они там грязный цыган уже одного нокаут он вообще во фланге находится пытается а там еще о май лорд сзади валу и очередной хэдшот в делает очень кстати груз не подлутали на на юге дизер да да бору не знает что сзади него команда пуха не смотрит вообще в сторону пуха да при этом работает шумит пошел рашить зачем ладно пошел пошел на зуб да неужели как грязный судьба грязного федора сейчас будет давай прыгать вроде нет не смотрит он не смотрит туда пух шумит пух шумит видит 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 да ладно а он был последним из магикан пошумели и началась стрельба пух нокнут его пытаются поднять полетит дым это дым это дым чего-то всего сика но культика сразу добивают пух живой и кажется идут рашить идут рашить киндама на острие хорошо зажимает ничего правда не попадает опять еще не попадает еле-еле вору фарма нокает киндама последним выстрелом в голову добиваю да с осмотру с пухом просто валят правильно 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 24 простреливают дымы грамотно взяли машину пытается валить и правильно там шансов практически никаких не было вопрос куда заезжать ну там кстати в это время на востоке белого круга штурмуют дома до метки туда едет пух нет не едет развернул там прям штурм 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 ног кафе помнишь они были в лесу и сейчас уже да 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 все таки до добрались вот там резидент все еще на горе не успел подойти соседнем доме кафе 100 нокаут и блин парадокс забегает его тоже нокаут сразу убивают остается сандо один в двоих хотя резидент еще живой гренка пролетела пролетела фух а до резидент снаружи но он не знаю насколько это грамотно потому что он особо да они пошли вторая вторая штурмовать так было и может если те начнут из окон стрелять по тем кто штурмует они не ожидают то что он снаружи остался моё мнение это правильно если четыре человека втроем штурмуют один открывает там еще стрельба не пода заходит ой надо сейчас гренка пошла эта гренка блин как грамотно взрыв уйдом еще стрельба нокаут чеширского 80 да чеширский нокаут гренка а я я не залетела ты видел мимо мимо ударилась да они менялись просто менялись менялись нет это те которые обороняли the fuck of кстати один подбегает вот к тут еще три человека из другой темы я не знаю как тут одиночкам выживать а что пух живой еще нет они вообще ой халявщики везде война до по одному по в доме как-то как рассосались это сейчас стратегия грязного федора 15 команд еще живые 15 16 было минут пять назад при том что как бы постоянно друг друга убивают люди клаун вместе с кругом идет на юге на востоке вижу вижу еще четвертой команды тут не хватало вообще the fuck of ползет просто в круг слышит что рядом совсем рядом выстрелы м24 слышал блин я кажется опять не это самые наушники вроде грязный цыган убивает кстати хорошая команда цыганом грязный все более по сейфовому просто двух нокаут до fuck of смотри ай-яй-яй-яй его убивают но там был кстати этот клоун-то под под подошел подошел потопал а там только кафест один грязный цыган там на севере за за заруба идет так интересно цыган очень много жуть грязный цыган живой еще нет мёртвый девять киллсов у его команды да и у него пять молодец команда двойка там митча и юпер три человека все живые 0 киллов и они в центре круга ну то есть они так распределены видимо будут просто лежать до конца интересная тактика вот мы нашли тактику да то для топ-3 топ-10 уже как минимум топ-10 сработало сары они сейчас доживут миша уверен одного убьют второго бьют а другой это в другом месте будет пух со смота уже в круге это уже хорошо да им кстати максимально нужно действительно держаться на расстоянии метров 100 друг от дружки и максимально близко к кругу к центру и все и лежать в кустах выбирать места и лежать еще 2 минуты есть для того чтобы перейти в круг на юге наверное ну во первых встреча будет на западе смотри начинает уже из домов выходить на востоке сари я отчет запад с востоком смотри как стреляет в зол хорошо у него уже 7 киллов 7 киллов у него и он стреляет достаточно точно и при этом еще головой мотает тык 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 чтобы не прилетела вот смотри ты видишь это красиво молодец кофе с пытается из из выйти из дома пытается ну хотя эти решают в говорит что из зоны выбегает поднять друга не 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 забей это за пределами круга такого он просто лечится сам себе пух там нога и да хэдшот ставит юперу топфрагер кажется вот это вот в зол в этой зыкс зол он по-моему 1 брал нет да 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 было кажется до кофе ст и команда кофе ст его уничтожили меча валяется и на него выходит двое с юга двойка сидит в кипитке победы а там там есть ухода ладно и у него рядом груз еще он не он об этом не знает с пулеметом с гиликом с гиликом блин хочется конечно прикинь выбежать выбежать буквально 20 метров прибежать и все и вкус потом с пулеметом да но не в топ-10 уже два килла у них на команда 2 килла карман со смота лучше не вылазь лучше не вылазь там мониторит труп ухо просто ждать до 15 команда 37 человек в живых прикинь как они в среднем два с половиной человека в живых в каждом скваде оставалось а двойка может сдвинуться сам в круг скоро и на найти этот груз все равно вот самые топовые сейчас коллектив это ну по позиции имеется ввиду это вот те которые на востоке в это как короче у них нет никого вообще они почти в полном составе они настреляли уже дюжину на на команду а вот на севере колоссальные проблемы там там двойка как раз сидит к нему уже и майкл джексон да 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 а майкл джексон вот майкл джей я понял и двойку слышал слышит тот прыгает чекает а как ты проверишь от третьего лица же нельзя прыгать в окно и смотреть не нужно забираться на этот на так ты не увидишь по ним стреляют с другой стороны вообще сзади они сейчас подумают все давай сбегать кипитку она чистая пустая а там живет двойка добера кстати ногу добера добивает майкл джексон очень определять майкл джексон очень потерялся без каски смотрят разные стороны что киндаму кстати сейчас скорее всего сзади убьют да но к этому шанс и двойка убивает ай-яй-яй-яй-яй-яй да и вот тут же вейд убивает со снайперкой кстати в бегущего молодец даSo yelled очень хорошо а убили пуховского товарища ну то есть его нет тоже до уже ибо больше 4 команды 8 живых меча один потом 223 о майлорда никуют энимию бивашка джейте мечи с кругом у них один килл на всю команду один энергетоз, медицины нет. Шансов, конечно, крайне мало. Ну, он что-то выцеливает. С Юмпой с X6. С Юмпой с X6. Миш, ну, Сарик, ну, Юмпой с X6. Топ-4, Миш. Да, да, да. Блин, занимал топ-4 с Юмпой с Юмпой с X6? Нет, нет, нет. Я вообще топ-4 не занимал. А с Юмпой с X6 подавно. Может быть, поэтому и не занимал. Так, может быть, Миха сейчас встретится с Диггером. Если Диггер захочет дальше передвинуться. Мих опять в кругу? Ну, вообще-то халявщик. Они мне убивашка там. Абады вообще с Арига стреляет вообще. Ну, увидел и продолжил. Там разок попал, и там уже на Верочку. Ну, вообще, все мимо. Последние выстрелы были, потому что человек ушел с той позиции. Вангую победу по команды справа, потому что у левых такие проблемы. Там два соло человека, и их двое всего. Алмакс и Диггер. Они неизменно встретятся, там такие траблы будут. Команда красненький. Очень агрессивные. Уже очень осмелела. Да. Прям вот им не обязательно сюда подходить. Даже, я бы сказал, вредно, потому что ну, тут могут быть слева полежуны. Диггер, по-моему, услышал. Не, слишком далеко. Далеко? Да, для шагов еще далеко. Участность должна проявляться уже меньше 50 метров. И, услышал, справа. Как же, как же бахает, а он? Надо ему стрим запускать и это самое... на первой катке. И у них было 12 киллов в первой катке. Остался у Бивашка, лежит, ползет, не знает, что ему делать. Да. Юмпай, x6, а он редот отдел уже. Неплохо, неплохо. Подготовился парень. Медицины нет, со здоровьем проблемы. Эти бегают уже, ищут. Ну, конечно, конечно. Он пытается в круг заползти. Мелькнул, мелькнул. Ну, да, такой этот. Сейчас точно. Давай, 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 давай. Убез... Успевает, да, успевает. А, ну не убил, очки не дадут. Не дадут. Блин, как же четко играет. Ну, эм... Фавориты. Фавориты. Ну, они точно прошли. Это просто заявка уже на следующую фазу. То есть, когда команда, там... Я вот не помню, они во второй катке... Они, как кажется, не выиграли, но достаточно высоко зашли. Топ-трап, по-моему, нет? Не помню. Не помню. Но смысл в том, что топ-1, топ-2, 12 киллсов, там, 19 киллсов. Это показатель стабильности и высокого клада. Ну, и мы видим, как они стреляют, да? То есть, как они действуют. Команда Пуха на пятом месте. Молодцы тоже. Одно дело еще, когда ты, там, делишься, доживаешь, доползаешь, вот как товарищ с Юмпой, там, с одним киллом, на всю тему долежал до топ-2. Ну, то есть, не встречал сопротивления какого-то серьезного. Ну, или встречал, но избегал контакта, или, там, тиммейтов убивали, он выживал, как-то прятался. А другое дело, когда ты, там, 18 человек настрелял. То есть, это, ну, почти 5 полноценных команд. То есть, они встречались, они убивали, они шли дальше. То есть, это, это значит, что могут справиться, а не нахалявец. Хочу подметить, команда на четвертом месте, состоящая из только двух игроков, настреляла 8 киллсов. Нормально. То есть, они не убегали от встреч, и их всего двое было. Это Диггер и Алмакс. А, слушай. Не знаю, как они до этого сыграли. Извини, пожалуйста. Второе место они заняли и на второй карте. То есть, у них топ-2, топ-2, топ-1. Все, они изи уже прошли. Конечно, конечно. И они наубивали 18 человек, опять же, на второй карте. Что? 6. 18, 19, 12. Как тебе? Да. Заходим в следующий матч. Наверное, уже создали там. Не, не вижу. Мне оставаться, Михаил? Ты довольный? Я старался? Надо. Ну, мне понравилось. Мне понравилось. Но надо спросить же чатик, как им зашло или не зашло. Вот. Мы будем ждать чатик-3. Мне значительно, конечно, проще комментировать вдвоем. И интереснее, безусловно. Врываемся, говорит Хавок. И действительно, игра появилась. Заходим. Меня надо перекинуть, но Хавок это сделает 100 пудов. Не, очень хорошо поиграли вообще в Аду. Шикарная реакция. Очень хорошо стрелял. Попадал. Молодец. Стоит отметить все-таки еще команды Art of Kill. И Владик Топор. Потому что они тоже очень результативны. То есть топ-1, топ-3. 13-16 киллов. По крайней мере, на второй карте. А где это ты видишь? Там есть какая-то таблица? А, и Владик Топор. Владик Топор два раза. Да, это в конференции по PUBG. Я не знаю, как тебе их... Короче, на самом деле, Владик Топор 777. Они дважды топ-1 заняли. И что-то мы зря стороной их обходим. Потому что 13 киллов в первой катке. 8 киллов тоже неплохо. Ну, во второй катке. То есть они... Они-то как раз чаще топ-1 занимают. Да. Я сейчас... Их же расстреляли на мосту, помнишь? Очень рано. Одна из первых команд. А-а-а. Понял, понял. Это не та, которая где сбили одного из них. А потом следующая команда тоже ехала через мост и их расстреляли. На баге, да, ты имеешь в виду? Да. Угу. Это эта команда. Они теоретически... Они не должны были такие делать ошибки. Потому что они опытные. Угу. Чтобы показывать первые две катки. Они должны были как объехать. Угу. И это же логично, что какие-то рыбаки будут прям перед кругом белым сидеть на мосту. Угу. И они должны были услышать стрельбу, когда тех убивали. Ну ладно. Бывает. Ну да, там. Бывает. Бывает, да. Попутал там Дарк Лордов. Что еще можно... Угу. Так. Ну сейчас песчаная карта получается. Да, последняя четвертая карта. Сокол наш президент. Соколик всегда хорош, не руиняй. Остается. Я бы вообще только Сокола смотрел. Вроде пока гладко. Говорит, отлично. Да, сигнал дошел. Хорошо. Отлично. Класс. Огонь в огне. Чатик одобряет. Еее. Спасибо, чатик. Я стараюсь сейчас... Стараюсь не руинить. Руинить мы будем с Мишей после вот этой. Да. Это же Соколик. Он будет комментировать какой-нибудь керлинг. Все равно будет интересно. О, там столько можно всяких прикольных слов рассказывать в керлинге. И оно входит прям гладко. Прям в самый центр. Прям в самую красную точечку. Он попадает, и он ложится около него, и трет ее, трет ее, трет ее. И оно останавливается прямо на том месте, где оно должно было остановиться. И точка была достигнута. Я считаю, что от Соколика недостаточно прохладных историй, а так и топич комментатор. Помню, помню. 67 участников. Судья сейчас проверит, и матч совсем скоро начнется. Сокол играет в новый Варкрафт. А что, новый Варкрафт вышел? Что? Ты в курсе, что Варкрафт вышел четвертый? Нет. Нет? Тебе не написал никто? Так, сразу бейт. Бейт такой. Пошел гуглить сразу. Ну, ну, почему же по-настоящему подумал? Что? Кстати, на эту тему сегодня совершенно случайно захожу в Facebook. И там, типа, ссылка на YouTube. Данкан Джонс снимается или выпускает, я не помню, что. Варкрафт второй фильм. И ссылка на трейлер. Я такой, что? Это, типа, ну, Близзы так не делают. Такой, думаю, байт, стопудов сразу. Ну, на долю секунды я по-настоящему думал, что начали снимать второй фильм. И потом раз присмотрелся, и внизу там это кликбейт, и все написали. Я все опечалился, грустел. И сейчас вы мне говорите, Варкрафт новый вышел. Может, в связи с кем-настоящему что-то новенькое? Я года два назад, когда последний раз был у Близзов в этом, в Версале, в офисе. Это, наверное, было больше два с половиной-три года назад. Пытался выведать у пиарщиков. У них же все-таки есть информация, над какими проектами ведется работа. Вот, и там были какие-то сигналы относительно того, что вот Варкрафт, там Варкрафт, что-то, 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 кажется, вакансию разместили. Ну, какие-то были сигналы, что какая-то движет пошла. Да, что-то там было, да. Вот, и я пытался узнать, они же вообще ни в какую. То есть, они не говорят вообще ничего. Хотя все свои русскоязычные там прям, вот. Блин, меня из игры выкинул. Это, видимо, что-то случилось нехорошее. Вот, и невербально показалось, что да, какая-то работа на тот момент велась. Но, ну, типа, не можем ничего сказать. Вот, но по глазам было видно, что сказать есть что. Вот, но время прошло, но ничего не написали. Ну, посмотрим, может, через лет пять. Это нормальный цикл для близовских игр. Ничего страшного. Да вряд ли они не будут стратегией делаться. Она денег не приносит, да. Да, стратегии-то слишком сложно. Значительно проще вот своять за полгода. Новый батл-рояль. Да, и все. И люди все равно будут играть. Даже несмотря на то, что по качеству эта игра, конечно. Даже несмотря на обливание. Даже несмотря на то, что полтора года прошло. Она все еще болеет. Вот к чему у Пеки эти относятся, как ты думаешь? Я не знаю, три минуты прошло. Керлинг? А, керлинг, керлинг. Я, я. Точно, точно. Это точно керлинг. Красиво. Из керлинга помню только sweep. Sweep. Появилась игра, заходим снова. Уже внутри. Кстати, динамика очень хорошая по времени. И это значит, что завтра, когда будет, кстати, последняя карта по квалификациям, и завтра же будет разбринка по Варкрафту, я успею, скорее всего, к финалу Варкрафта освободиться. Да, потому что финал Варика будет ориентировочно в 10 часов. И как раз успеваем. Ну смотри, Варкрафт, игра, да? Самая лучшая игра, которую когда-то влюбила. Так. По-настоящему. Ну, если так подумали. Ты помнишь детство, вот как... Ну, для тебя, для меня, но не для всех, понимаешь? Не, ну это... Я ни в коем случае не хочу быть, ну, это время назвать, типа, потерянным, или как-то сказать. Потому что именно... Столько эмоций, вспоминаешь. Сколько я людей встретил. А помнишь, как я тебя... Понеслась, да, 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 да. И сейчас у нас много новых зрителей на трансляции, учитывая то, что это не Варик, а PUBG турнир. Вот. Историю повторять, я думаю, не стоит. В общем, шел дождь. Ладно, не будем. Ноябрьский вечер. Миша сидел в ауле отеля. В холле. Ауле. И прошел такой красивый, молодой парень. И подкатил к Михаилу, потому что Михаилу был интернет. Миша сначала... Слушай, звучит по-гейски. У меня жена, у тебя тоже почти жена. А ты такие истории рассказываешь, европейские, блин. Не надо. Ладно, давай, давай, потом вспомним это. За чашечкой пива. Кстати, открылся, открылся. Сегодня октябрь фест начался. Опять? Блин, достали уже совсем. С этими попсовыми праздниками. Начался, по-моему, в 9 часов утра. В 11 часов уже первые... Уносили людей? Уносили, да, сгибшихся туристов. Из Австралии, из Англии. Пу, слабаки. А что англичане там? Пьют. Чаек. Да какой чаек? Блин, жрут пиво, блин. Но это прикольно, Миша, представляешь? Только начался, а уже люди бухие в 10-11 утра. А, утра! Утра, я понял. Да, утра, в 9 утра начался, и уже в 10-11 уже все. А как можно пивом за час напиться? Вот, я не знаю, Миша. Там в октябр-фесте есть целый ареал, то есть палата, куча. Специально, куда люди пьяные уже приходят, их там раскладывают на кое-что. Я там уже лежал, кстати. И отдыхаешь. И ты не поверишь, Миша, я был на таком фесте, и мне стало плохо. Я пошел туда, меня положили, сказали, вот таблеточку выпей, не пройдет тошнота и все такое. Я ее выпил и все такое. А это была другая таблеточка, да? Это была, не-не, врач, врачи меня... А, все хорошо, окей. И потом я спрашиваю, что это за таблетка была? А санитарка, которая там была, она говорит, да блин, нам нельзя таблетки выдавать, ничего. Я тебе просто дала мои таблетки администрации. Что? Что? И у меня боли пропали. Ну да. И после этого, Миша, когда меня тошнит, я знаю, что мне надо... Понятно. Ну вообще обидно, конечно, приезжать на фестиваль и выключаться в самом начале этого праздника. Нужно же, раз это самое, растягивать удовольствие, правильно? Да. Ты же приехал, надо же как можно больше впитать атмосферы праздника. Там же кутеж, галдеж, девушки опять же... Нефи Турист. Это разносят, такие кружки огромные. Я видел на картинках только. Да. Пошла следующая игра. Хорошо мы с тобой повлудили. Угу. Так, сейчас сразу забинжу. Номер один. Пух. Номер два будет... Та команда, которая топ-1 села. Где она? Спасибо за эту историю. Какая история? Какой сигнал дошел? Опять Пеки в чате? Я не знаю, о чем речь. А, молодой красивый парень, я понял, да. А потом вспомним, а это лучше не стало. Тоже бинжи пуха. И главное, мне стыдно. Ну потому что как бы, ну это же... Тебе стыдно, что ты знаешь меня? У нас в России так не принято. Вот. То есть ты за меня стыдишься. Иногда за твою игру стыдно. Вот. А так... Так не улыбает просто. Сладкий ноябрь, да. Прохладает сокол. Все понятно. Как голубая гора, сладкий ноябрь. А, горбатая гора. Да. Но это любимый фильм Пуха. Да? Он не говорил. Так, а где там... Где там... Сосновка РВС? Я не могу его найти. На восьмом месте они. Сейчас. На восьмом. Туп-1 надо взять. Да. И где-то 20 скиллсов. Я думаю, всем туп-1 нужно взять. Для чего? А, все. Команда 6 я забиндил на 2. Команда 3. Это пух. Да. Команда 6 это Ваду. Вот этот. Угу. Хорошо. И какая там еще была команда? Ты говорил, очень хорошая. И мы ее проигнорили. 7-7-7. Три топора... Нет, не Majestic. А, нет, Majestic как раз. Мажestic 7-7, да. Все, это троечка у меня. Все, готово. Е-е-е. Да легко сейчас спим убиться. Баха литровые кружки каждые 5-10 минут. Нет, это понятно, что можно это сделать. Но зачем? Но зачем? То есть, если ты хочешь убиться, есть гораздо более крепкие алкогольные напитки. А пиво же это такой напиток, который, ну, вроде как он претендует на какое-то смакование и проведение более долгосрочного досуга. Ну, по крайней мере, если ты приезжаешь, опять же, как турист. Ты потратил там много часов, чтобы там получить визу, по это самое, добраться, потом доехать еще. А, про медсестру дошел сигнал, да. Вот, и ты приходишь, и за час, просто за час, все, все полимеры. Зачем? Красава медсестра. Она вообще симпатична была? Потому что медсестра и Германия, это сразу... Не-не, это норм. Ну-ну-ну, норм. Ой-ой, трубы проложить я, я, окей. Я инженер, я в этом тоже разбираюсь. Скажите, где у вас там надо? Ну, ладно. Давай, сконцентрируемся на игре. Я очень сконцентрирован на игре. Довольно-таки нормально рассосались все. Пух, поехали, полетели на машинку, скорее всего. И поедут на сосновку. У них будет вся сосновка только для них. О, слушай, на севере вот контакт будет Чакакаку-ку и три человека. Вот это может плохо... Хотя тебе, наверное, просто... А это пух и есть. Это пух и есть. А, им надо свалить. И машинка. А он уже спокойно лутает, но у него нет оружия, он не сможет принять. Да, да, уже никак. Уже извиниться. У него, кстати, перчатки клёвые, посмотри, Чакаку. Да, но это прям... Тут все профессионалы. Все профессионалы. Прикидываешь, как у него горит. Он весь... Всю конечную обыскал и не нашел ничего. Гранату. Кажется, Х6 у него еще есть. Так, Киндама там стреляет на... На Water Threatment в центре карты. Топовую эмочку нашел, молодец. Да, пару раз попал, а потом что-то... А у него очень опасные соседи. Вот Чеширский, Парадокс, Манифейс, Год, это... Они хорошо стреляли тоже, хорошо жили. И Кружаня, смотри, как всех подставил. Просто. Говорит, мне плевать, где летел самолет. Я буду в... Я буду в другом месте. И это так осложняет. Картинка, чай. Перестрелка продолжается. Киндама штурмует, кстати. Пытается штурмовать. Но его сзади... Как? Не, не сзади. Нет, у меня все-таки неправильно уши. Либо баги в игре, либо уши неправильные. Его прям рядом чувак нохнул, сейчас будет добивать. Да, они там уши. Правильно были уши у меня в прошлый раз. Значит, баг какой-то был. Киндама просто отдался. Он почему там один, во-первых, был? Да, это вопрос. Но у них стратегия, видишь. Один-один они раскидались максимально по... Просто им нужно... С грязным цыганом. С грязным цыганом? Да, с грязным цыганом. Да, да, да. И Майкл Джексон тот самый. Кстати, по центру в Сан-Мартине сейчас будет контакт, скорее всего. Потому что Геринг заходит прям очень близко. Видишь? Резидент его. Господи, чуть... Чуть не... Не зафейлил резидент этот... Этот зажим. Еще тут два человека. Макфишин и Дикуха тоже в Сан-Мартине. Короче, ну, просто самолет был такой, что люди не смогли нормально разлететься, видимо. Или не захотели, не знаю, на Хазенде вообще никого. Гравиард пустой, минус генералис тоже пустой. В Сан-Мартине четыре тимы. Здравствуйте. Ну, я не понимаю, зачем в турнире падать вчетвером. Ну, в четыре тимы. Да, выбор был на самом деле. Был выбор. Куда падать? Если Томку берешь, у тебя уже нормально, ты два есть, лук. Ну, не на четверых. Не на четверых. Ну, одному. Другой там ряда куда-нибудь. Дикуха, смотри, бежит с Калашом. Он... Его сейчас могут услышать. Он опасается чего-то. По нему попадают. Санда... Санда его... Санда зря топает. А, он хочет просто прорашивать, пока тут лечится. Ой, не знает, куда пройти. А, вот так вот. Он... Я от Санда смотрел, он никак не мог понять, где... Где Дикуха был. А, Дикуха очень поздно среагировал. Он секунды две потерял. Ну, не, не две, половину. Секунды потерял где-то. Может, он лечился, он, наверное... Не-не, я от его лица смотрел, прицел держал. Тот пробежал половину, и потом... А, понятно. Да, реакция в этой игре, конечно, очень важна. Пикадо команда спокойно впитывает. Повар там у Майлорд и прочий. Да, фак офф. Пошел мстить. Один. Это где, это где? А, вижу, вижу, вижу. Сан-Мартин, окей. У него вектор, как бы, он чувствует себя. В себе силой. Ты думаешь одному идти? Да, сейчас увидишь. Ай, 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 ай. Все, был неправ, понял. Побежал, побежал. Все, 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 ребят. И тут уже один справа не видит. О-о-о-о. Да, это была ошибка, конечно. Но остается Макфишин. Эван-27 черт знает где. Слева. Кафеста бегает слева. Он его должен был увидеть. Он его не увидел. Резидент еще справа. И четвертый у них товарищ. Эван-27. Остается в гордом одиночестве. С ВСС. Давай, прикрой. С ВСС. Смотри, там их дистанция. Сейчас в голову прилетит, достреляешься. Ну, хотя ВСС плохо слышно. На такой дистанции практически нереально. Они уже все поняли. Оп, оп, оп. Уже на... Зачем? Вот абсолютно непонятные телодвижения. Абсолютно непонятные. Бендер говорит. Сразу видно, что Михаил никогда не был на Октуберфест. Там надо смакование, столько пива. Все хочется попробовать. Сам плохо помню через пару часов, что происходило. Ну, видимо, Бендер... Ну, хотя ладно. Вам виднее. Вы там были, я не был. Груз падает на Вильдемаре, но, скорее всего, он никому не достанется, потому что там вообще никого вокруг нет. Да, с Кампомилитер команда Пуха не добралась. Решили полутать Торы. А что-то там неважным. Могу приметить, что команда Пуха, она из троих человек состоит. И со Спрейк, он же со Смота, он в центре Белого Круга. Это их не разведчик. Как в прошлой игре, он играет один от них. Может быть, чтобы увеличить шансы попадания в ТОП. Не, он должен компаунд просто занять. Его задача приехать, занять компаунд. Все. Но он сейчас уже, смотри, в центре, он вообще с ними не падал вместе. Он отдельно вообще не видел. Окей, хорошо. В центре Белого Круга он. Сасбрейк. Сейчас, на всякий случай, наушники сниму, убежусь в том, что они у меня не подписаны. Левт, Райт. В это время Майкл Джексон убивает. Да, Левт, Райт подписаны внутри. Все. Правильно они у меня находились. Это баг был опсмода, потому что в определенный момент у меня четко прям... Майкл Джексон? Это на бетонке, да, где-то? Приехал Чеширского, замочил. Он троих, что ли, убил? Да. Ё-моё. Я пропустил. Эх. Видишь, команда Майкл Джексона рассосались тоже, то есть все поодиночке. Угу. При этом он сейчас троих убил. Давай. Чем дальше, тем чаще... Хотя нет, это та же самая команда, грязный цыган. Он... Сейчас к нему приезжает, смотри. Три килла. Угу. Чекают. Боятся машины. Боятся машины. Тут как бы машины, трупы лежат, что-то не чисто. Да ладно, давай, на мулек. Дальше. А-а-а. А там грязный цыган. От той же тимы. О, и переворачиваем. Хорош. Все. Красиво. Вот, кстати, еще один плюс. Нахождение, как бы, с одной стороны, более-менее близко друг к другу, но в соседних там компаундах, точках, то, что можно инфу заранее передать, и товарищи подготовятся к встречам супостатов. У Сокола микро плохой, его на фоне тебя хуже слышно. Сейчас, секундочку, скажи что-нибудь. Так, здравствуйте, с вами Сокол. Все, сделай погромче, сейчас должно быть отлично. Говори, как было раньше. Как всегда, да? Да, не напрягайся особо. Старайся. Так, с Лос-Леоноса выдвигается там тима, и она очень, кстати, грамотно выбирает позицию. То есть, по сути, что нужно в таких вот экзотичных кругах? Помнить, как летел самолет, и понять, какая часть круга будет наиболее загружена. И не пожалеть просто времени, и заехать с той стороны, где как бы народу должно быть поменьше. Потому что даже несмотря на то, что всем эти принципы давно известны, все равно люди по разным причинам, все-таки, ну, из-за того, что задержались по поводу лутания там, сначала доезжают до границы наиболее близкой. Ну, к ним, так скажем. Так, на северы Мичу пытаются прослелить на мотоцикле, но вроде уезжают. Вот, и в результате, где-то спустя минутку, вангую мега перегруженную северную часть круга, и где-то 3-4 команды в южной части. Вот, поэтому... Поэтому северная часть очень сейчас загружена, и там очень опасно находиться. Опять Маджестика. Маджестика высаживает перестрелкой на дороге недалеко от Эль-Позе. Скалаша неплохо зажимает, но там негде прятаться просто. Просто негде прятаться. О, красавица. Белик еще наоборот. Зомби, зомбич, он хорошо сейчас двух принял. Маджестика обречен. У него тут каверов не хватает. Несмотря на три дыма, которые кинули, КСМчик пробует сам добежать, но его просто можно прострелить. Да ладно, что ты делаешь? Серьезно? Мне кажется, больше шансов было все-таки сесть поднять, подлечиться, а потом уже уезжать, потому что на такой дистанции от троих ты не уедешь никаким макаром. А, сзади подъезжает еще. Вот в чем проблема. Там еще одна тима прямо сзади. Не, у них не было вообще никаких шансов. Я сейчас смотрю со зомби, чем он что-то как-то странно ведет. Так. Он просто идет в прицел, смотрит и по нему стреляет. А его, кажется, дискнуло. Он отключился. Да, скорее всего. И это последнее действие, которое произошло. Но он еще жив. Я вижу, я переживаю за него. Это диск. Перемен. Ну или просто вылетает игра. У всех такое было, кто в PUBG играл какое-то время. Блин, как вот в такие моменты горит у людей. Я могу только себе представить. Фен-перемен лутает в открытке, по нему открывает огонь. О, фен-перемен побежал, убегает, убегает, пытается что-то сделать. Ничего здесь не сделать, извините. Впереди ничего нет. Он зеленью пытается прикрыться, вылечиться, но... Но лег, взяли. А, вот где он мог. Если бы он увидел раньше эту машинку, он мог до нее быстрее добежать. По крайней мере, лечь и подлечиться. Зомбич все еще идет. Да правда, он сейчас выходит прям спиной на круг и на двух людей. Господи, они сейчас увидят. Которые пешеходы. Не, фен-перемены. Убили зомбич. Все. Сейчас нокнется от зоны. Бедолага. Все, он вернулся? Да-да-да-да, он остановился. Он остановился, но успей. А у него нету лечения никакого. Но лечение, ноу, ноу, зомбич. Капец. У него нету лечения. Он успел, но... Это сейчас он начал загружаться, получается? Да. Я остановился. Жалко. Очень. Не по своей вине. Вот это самое противное, что... Как бы ты вообще ничего не можешь сделать в такой ситуации. Как говорится, киберспорт рейдинг. Ну ладно. Так, Вормфарм. Пуховский приезжает на Кадиллаке. Попадает под прикрестный огонь. Две разные команды постреляли. По нему вынуждены... Блин, ну что ты делаешь-то? Ну, поторопился. Пух принимает информацию, решает не доезжать. Едет в... В это время Пзик из команды Пуха тоже пробегает около одной тимы. Его пока что не видят. А где это? Где это? Где это ты видишь? Справа. Справа вверху. Около бетонки одной там. А, вообще далеко. Где мы любим рыбачить? Я понял. Калян там диггера нокает. Машину? Диггера сейчас прошкормуют. Ой. Там, кажется, с машинки МММ высадил... Там преследование было классное. Высадили из транспортного средства. Гибкий Валера пытается сейчас помансить. Очень зря он развернулся. Потерял скорость. Вованчика из его тимы нокнули. Гибкий Валера выходит и пытается... А, он Вованчика хочет спасти. Вованчика добивает. Валера, Валера. У Пуха есть чувак на басике. Пух пока что не открывает огонь. Мониторит его. Да, Алмакс. Алмакс, кстати, тоже... Их двое, да? Вот эта тима из двух. Да, это диггер и Алмакс. Алмакс один остался. Очень жирный. Посмотри, у него две мегахолсы. У него две аптеки. Восемь энергетосов. Очень. СЛР, X4. Пух про него знает. Может сзади подойти. Пух должен ждать стрельбы. Алмакс не знает, что... Ну, он догадывается, может быть, что... Пух его видит. Пух его видит. Да? Самое главное, чтобы... Наоборот, не видел. Там дистанция конская какая-то. И учитывая то, что у Пуха калаш... Не, у него есть кар. Но с коллиматором. Можешь подойти поближе. У него нет Икса. Зажать. А, нет, есть Икс. Это четверочка. Хорошо. Переодел прицел, по-моему. Не. А, ну что-то переодел. МММ заезжает. Чуть ли не перевернулись. Проезжает вроде как мимо. Сосмотр дисконнектнулся. Опять вошел в игру. Ой, смотри, там Алмак, а Раша трое. И там к Пуху подходит. Ой-ой-ой-ой-ой. Алмакс. Слышит что-то. Нет, не слышит. Ой-ой-ой. Убивают в голову. Вот если бы Пух контролировал это все, он мог бы такую... Не, хотя здесь слишком далеко для Горянки. Тяжело. Ему сейчас вообще... Сейчас ему нельзя. Да-да-да, он в три не сыграет никак. Сосмота вернулся обратно. Сосбрейк. Он тоже дискнулся до этого. Угу. К нему едет Рассаниерезор. Так, ну люди более... Гибкий Валера, кстати, грязного цыгана нокает. Ну, они просто перестеливаются там. Кар, кар, кар. Фух, бедный ждет. Не, у него позиция очень хорошая. Чего? Потенциально он выходит... Ой. Добер нокает грязного цыгана. Свои гранаты? Нет, убивает. Убивает. Зачем? Грязный цыган был нокнут. А, просто добил? Гибкий Валерой. А он, наверное, перепутал гранаты и кинул. Хорош. Да, понял. А может, у них есть что-то личное? Там Ван Дезекзоу. Да. Да-да-да. Ну, в общем, заезжают они. Туда же, причем, заезжают. Ой, его сейчас примут. Втроем примут. Да. И Россия Нерзора тоже постреливают, но... Ой, он прямо на них едет. Ё-моё. Прямо на них. Добрый, блин, день. Понеслась. А-а-а. Черт. Минус крис. Зажим взрыв. Шансов не было никаких. Ну, они уже все равно топ-1. Мича едет в сторону тоже, Пуха. На юге перестрелочка. Дартлорд, этот флудер, который в чатике там спамил сначала ссылку на Twitch, потом на Discord. Очень говорливый. На адреналине, видимо. А Пух-то очень шикарно лежит. Посмотри вокруг него, как он лежит. Да, у Пуха все хорошо. Обзор отличный. Конечно, сейчас было бы неплохо перебраться, например, в один из домиков свободных нот, ближе к центру. Ну, это смерть. Лучше он сейчас подождет. А у него транспортного средства нет? Как он сюда добрался? О, есть внизу стоит под деревом. Перед ним. Джип красненький. Это не его. Это его. Его? Он его здесь поставил. А-а-а. Мича сзади, мича сзади. Мича сзади, он слышит мичу. Мотоцикл. Смотрим. Тот выбирает место. Он разведывает. Он уже от круга хочет играть. Он просто разведал. Там еще два человека к нему подъезжают. Ой, сейчас трое выходят. Смотри на компаунд с левый нижний угол. Опять Декстис, Колян, который вот, собственно, приняли до этого, да. Эвана 27 зона покарала. Идут штурмовать, смотри. Нокнули одного, добивает. Нокнутого, убил. У Пуха сейчас экшен. Да ладно. Да. Вижу. К нему подъезжают баги. Справа. Пух ждет. Пух не показывает себя. Правильно делает. Просто ждет. А, прям под ним, прям под ним. Да. Они нашли машину Пуха. Не поняли, что почем. Да, и они, по крайней мере, будут смотреть в эту сторону, а не назад. Скорее. Ой. Мичу там стреляет еще. И Мичу идет сзади. И стреляка. О май лорд, Коляна нокает. Это вот продолжается штурм этого компаунда. Коляна убивает вообще повар через дорогу. Не нужно... Они, короче, должны рашить. Смотри. Потому что там стреляют с другой стороны. Постреливают. Рифлея нокают рядышком. МММ остается один с монстром в руках. А, это по два, да? Убивают, добивают. Не факт, кстати. Можешь спасти. А, уже бегут, уже бегут. Да, 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 да! Блин, ты видел? Чуть-чуть. Смотри, Пух сейчас. У троих рядышком они трутся. Прямо рядом с одним деревом. Господи. Сюда так можно закинуть. Один поднимается наверх. Не, он Пуха оттуда все равно не увидит. Да, да. По Пуху, кстати, издалека стреляют уже, видишь? С той скалы. Да. И попадают, кстати. И палят Пуха, что он там есть. Да не, они по этим тоже стреляют. Поэтому они, скорее всего, пропустят выстрелы. Потому что если только по нему, типа, стреляют, это быстро выясняется в команде. Ну, из такого рейнджа стреляют. Нафиг, нафиг. Да. Не, ну, за килл сами охотятся. Ну, конечно, тут надо. Ой, смотри, на юге еще сейчас будет выход. Два грязных Федора к тьме выходят. О-о-о-о. Борис Бурде. Борису. Подожди, а кто из них какой? Они все... Пух убил одного. Да ладно. Пух нокнул. Вижу. Мишу. Так. Второй раз палится зря. Надо было подождать. А вон по нему стреляют. Как четко стреляют. Видишь? Пам-пам-пам-пам. Там, кажется, глушатка есть. Скорель и такой рейндж. Да, Скорель. Да, какой рейндж? Тут меньше двухсот метров. А, конечно, да, я их перепутал. Так, фил гуд, нокует, пух. А, нет. Какой убивает, пух. Сори. Добивает. Сосмотов увидели. Постреляют по нему. Сосбрейк. Ну, зря пух по ним начал открывать огонь. Посмотри, какой пух. Он бы подождал, а не бы перешли вперед. Ну, мы не видели, с чем было связано то, что он начал стрелять. Возможно, его увидели. Ну, тот задели, он просто сидел. А, ты видел, да? Ты видел. Ну, его подняли, все. О, сейчас контакт, смотри, справа наверху. Добер-88 и Майкл Джексон подошли к домам, в которых сидят люди. Проверяют сначала первый этаж. Готовятся, закидывают. Грианка, одноплохо закинул. У Сиавика нету никакой медицины, нету хп. Гибкий Валерий рядом с ним. Гриана вошла. В два разных. Ой, выпрыгивает. Сиавика нокают и сзади убивают. Красиво, красиво, красиво. Вовремя услышал, развернулся, увидел, убил. Среагировал очень хорошо. Ох, сейчас заезжает в круг, смотри. С севера, да, резидент заезжает. А им некуда здесь приезжать. Вот в чем проблема. Сейчас встретят. Филгуд дал инфу, пацаны, там есть люди. Разворачивайтесь. Да, но тут везде люди. Тут вот в том-то и проблема, что... Да, компаунд почти в середине. Да, 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 да. И надо было давать инфу, что оттуда не стреляли. Сейчас они где-нибудь там... Блин. К разбитой тачке подъехали. Ну, здесь можно отлежаться, наверное. Красиво, красиво. Там еще с севера... Приезжают. По ним стреляют. Ой. Там гризли подъезжают люди. Ой. Какая жесть. Места нет. Хотя такое количество нокнутых людей. В это время Пзик живой и Сосмота живой по разных сторонам карты. Может быть, даже и хорошо. Для позиции очень хорошо. Гренко! Гренко близко! Ох. Еле выжил. Пуш по топ-1. Ну, он и при чем? Да. Три человека. О нем знает. Рядом. Смотри, там кладбище просто дальше по дыму кладбище. Двойки, двойки. Смотри вниз. Ой, он не знает, что он там есть. Знает, знает, скорее всего. Нет, не знает. Сейчас увидел ногу. Ногу увидел. Е-мое. Нет, видимо, они, когда кидали гранату, там не разобрались, что нокнутого добили, а этого не убили. И думали, что там все уже. Блин, как же издалека. И главное, не слышно выстрела, а прилетает и попадает. И ты вообще не понимаешь, как... Откуда? Да. Откуда? Не очень хорошо настреливает. Ну вот откуда. Х-4. Сейчас баги еще взорвет. Ой, там из круга в зиг выходит. Он за пределами круга. Мега битый. Но, да. Одного зажал хорошо, но... А, Сазбрикс, кстати, живой. Смотри, лежит. Такой. Молодец. Посмотрим сейчас, куда Кружанин уйдет. Девять команд. Двадцать один живых. Шесть. У Кружанин, так, все? Все с потерями, все. Одна только команда осталась, которая полный состав. Это вот на юге есть. Вэлью, Севен, Роман Уайт и Борис Бурда. И еще Декстис и Ни. Они вдвоем и остались вдвоем. А, ты имеешь в виду. Да, я понял. На западе. Тогда да. Майкл Джексон ног. Там его тьмы подъезжает на транспортном средстве. Видимо, он на будущее так подвел, потому что... Я бы не валил оттуда. Да, пока смысла нет. Это... Так, о будущем просто они думают. Там клоун перестреливается, получает в лицо. Сам Скара не попал. Доказку получил. Угу. Ну, командам, которые сейчас на западе, надо передвигаться в центр круга. И это очень тяжело для них обоих будет. Ну, они у команды Декстис есть машина. Хоть с пробитым колесом, но это джип. Они поехали в разброс. Правильно. Чтобы повысить шанс, Владим хотя бы доберется. И едут в этот компаунд, который пока что был свободный, пока не подошла двойка туда. Да, там будет контакт. Сейчас смотрю за Севеном, который обходит и рашит. Увидел, увидел второго. Плохо зажал, но все-таки хватило урона. Еще минус. Команды на юге. В компаунде, да, двойка перестреливается. Какой префайр хороший, а? Но все равно не попадало немножечко. Но прям видно, что правильно, правильно все делает. Угу. Сейчас будет тиммейта поднимать, пока... Он вилду что-то продамажил. Торопиться двойке вообще нет смысла, потому что Митча и Юпер, они должны подтянуться сюда. Поднимает товарища. Самое главное, чтобы граната не прилетела. О, он выпрыгивает и получает. Я не увидел этого, к сожалению. Он в окно выпрыгивает. А, я понял. И сразу в него зажали. Юпер и нокует тиммейт. Он далеко был через дорогу, ему крайне сложно было перебираться. А Митча добирается вроде как живым-здоровым. Может быть, контакт со Сбрейк с Кенде будет? Да, вижу. Поглядываю, поглядываю на него. Так, двойки еще одного нокают. Кажется, они решают подрашить, да? Или нет? Не, это тот бледаут убил. А, все, 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 понял. Понял, понял, понял. Декстис просто сейчас сидит и ждет. 7 киллсов на... У Декстиса? А, на команду. У Декстиса одно. Да, со Сбрейка нужно сдвигаться. Впереди 3 человека в одной команде. Роман Уайт контролит. Там несколько людей на горе есть. У них неплохой вижен будет, но им рано или поздно придется с этой горочки спускаться. А с мусска с горы... К Сосмоту сейчас будет встреча. Он слышит, он слышит, прицел держит, видит голову и не хочет сжимать. Блин, может быть и правильно. Тут пока что не знает о нем. Но там уже был момент, что он мог уже зажать и убить. Да, сейчас уже их двое рядом стоят. Стрельба, можно подпаскивать, по крайней мере. Ну, ему же все равно нужно двигаться, правильно? Да. Но он ждет нока, может быть, чтобы войти в зад. То есть у него еще 20 секунд есть. У него медицины нет. На юге... Ой, какое хорошее место! На юге там за шторкой был Россон Резор. И очень вовремя вышел. Тиммейта одного из четырех убил. Роман Вайт и Валуэй Севенс сдвигаются. Кстати, сейчас Круг пойдет. Да, с осмотра надо бежать. Да, с осмотра, с осмотра. Надо запомнить, с осмотра. Круг пошел. С осмотра пошел. Он видит. Кенде видит. Ну, надо зажимать. Уже надо. Раны. Блин, надо зажимать, Сокол. Только тогда, когда ты уверен, что человека убьешь. Он мог подойти... Вот ты в такой же ситуации, блин, тоже зажал бы и мог промахнуться. Он не слышит пока еще тебя. Ты без шрифта до него добегай до тех пор, пока не будешь сам уверен, что убьешь. Тебе же все равно это достояние нужно про... Не, ну в данной ситуации я... Конечно, я не хороший игрок и все такое. Я бы просто переключил на одноразовый. И по одноразовой пульке первую стреляешь в голову с прицела с Реддота. Ты попадешь. Да он мансил. Он подманшивал там. Ты его... Не факт, что в голову попадешь. Нет, это был момент, когда он прицепился. Окей, хорошо. Дексиса сейчас один в два, бедолага, сидит. Нужно выходить. Хотя нет, они в рамках Круга еще. Я был в Кругу. А вот двойке нужно выходить. Так, Сосмото ждет. Да, он, кстати, еще живой. Ничего себе. Не убил, но живой. Ну тот, потому что я не понял толком, кстати. Потому что Лушак был. Может быть. Он же в ответ даже не стрелял. Он просто свалил. Ой, двойки там прилетают. О, Валуй нокает вообще с другой стороны. О майлорда убивает. У Сосмото шансы повышаются. Потому что у него тут только два соседа вместо трех. И Кружаню подтягивается. Валуй, да. Он уже не в первый раз. Он уже столько хэдшотов понаставлял. Не только на этой карте. Вон Сосмото сейчас будет видеть. Если Круг закроется, он... Там двойка выходит. Тоже контакт будет сейчас. Скорее всего. Они прямо под ним. Прямо под ним. Ой, как же везет с Кругом, а. Людям, которые с горы, будет вообще печально. И Валуй тоже. Смотри, пошли смоки. Да, это правильно. Очень грамотно. Моментально, понимаешь? Принимают решение и бегут. Молодцы. Я переключился на Сосмото пока что. Если что, крикну. О, двойка. Перестреливается, перестреливается. А ему... У Сосмото паливо сейчас? Да? А, Валуй пришел. Он слышит. Да, конечно. Но не вписывается. Он не вписывается. Ему тут добежать, господи. Всего ничего. Доползти даже. А-а. Там уже скос. Где Круг. Я понимаю. Ему надо налево, лево, лево идти. Но он не знает, где там точно люди находятся. Я к тому, что нужно... О, один в один. Роман Вайс. Сейчас Сосмото надо бы идти. Да, если бы он следил за киллфидом и знал точно, какое количество людей в той и другой команде. Так-то да. Он слышал же стрельбу перед ним и сразу помню слышал. Потом опять услышал стрельбу и сразу... Да, да. Так и есть. На севере сейчас скоро будет развязка. Угу. Одна секунда. Можно переключиться. С горы идут под дымами, там нечего смотреть. А здесь, да, я двойку смотрю. Двойку смотрю, двойку смотрю. Я Дексис смотрю. У него нет выбора, он обречен. Пытается паркурить. Нет. В углу сидит. Ну зачем выбежать? Ох. Я уже думал, все, ошибся фатально двойка. Потому что не было смысла так рано выходить. Круг еще не поджимал, а человек должен был сам выходить. Ну, его выдавливал уже круг. И он уже из кавера выбежал. Думаю, ну все, сейчас словит что-нибудь. Так, Роман Вайт гренку кинул. Они умудряются в таком небольшом круге еще и выживать, и воевать. Ну, Сосмот отличная позиция. Смотри, он в ложбинке в такой лежит. Сейчас я досмотрю сначала Кинде, который один остался. Его обступили. Ищут. Ищут, ищут, ищут. Что ж ты такой медленный? Да еб просто ты. И успевает. Ооо, блин, он так поздно начал стрелять. Ё-моё. Там, прикинь, выбегает на тебя человек, он успевает сесть, прицелиться, и первым начать стрелять под себе. Да. А ты уже как бы сидишь и только это и пасешь. Ладно. Все равно 2-2-2-1. Это самый лучший результат команды Пуха. Один килл и топ-4. Пуха привет, кстати. Сосмот, может, еще топ-2 займет. Сейчас я разберусь. Может быть, да, 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 да. А, ангарчик-то в кругу. Ничего страшного, к ангару можно тоже сзади подойти. Там рядом с ангаром, видишь, еще этот есть. Ну, мелкие перестроечки, да, ящички и прочее. То есть можно, в принципе. И самое главное, его оттуда никто ждать не будет уже. Потому что, как бы, самый ближний Ромай Тва и Валуи, они как бы оттуда и пришли, собственно. И у них уже есть визуальный контакт с остальными. То есть Розан, все, короче, рядышком. Все рядышком. Миха, кстати, очень в простреле для Валуя, если Валуй захочет. Валуй? Да. Да нет. Вообще, ну как. Нет, ну там за горочкой. За горочкой. Сейчас не в простреле, но я имею в виду, он знает, где он. Ох, смотри-ка. Это не хэт, но все равно попало. Уже не спасти, уже не спасти. Вообще, самый обреченный, это вот как раз Борис. Потому что, ну а что сделать? Кружание медленно, наверное, идет. Сосмота уже передвигается. И Миша заходит сзади. Ой, он сейчас может в бокс Сосмота зайти не надо. Он уже в компаунде. Сосмота не знает, что с боку еще есть человек. Он прямо не видит человека перед собой. Ой-ой-ой, блин. Рано пошел, рано пошел. Круг, ну он мог спокойно вместе с кругом это делать. Вместе с кругом это делать мог. Вот как Роман Вайт делает, смотри, вот как Роман делает. Все там вместе, аккуратненько. Все. И сзади никто не придет. Да, и так больше, ну есть вероятность, что придет, но она значительно меньше. Потому что либо перебежит коллега какой-нибудь, либо... Три команды осталось. Ну сейчас очень много будет от следующего круга зависеть. Потому что пока компаунд это самая четкая позиция. Но... А, это же последний круг, блин, я забыл. Сори. Борно-сирис, смотри как. Теоретически ему просто ждать, пока тебе твой раз... И он только два берет. В смысле, а как? Круг пойдет просто. И он на самом-самом краю у него. Ну да, но они разбираются уже. Я не знаю... Зачем ты стреляешься? Зачем, реально? Можно было подождать. Ну да. У тебя же нет страховки по ногу. Ты же один остался. А, в общем, остается два в два. Валуй, Роман Вайт, Митча и двойки. Пошли дымы. Роман Вайт, он, наверное, все-таки по... До заборчика, до заборчика. Валуй нокует одного. Двойка остается в Соленова. Слышит шаги слева. Ох, успел среагировать. Добил. Один в один. И Валуй выбегает. Нет! Валуй, нету хопы. Да. Там и видно было плохо из-за того, что дымок был такой. Да, бывает. Ладно, я стопаю записи. Нам еще три минуты надо будет пофлудить, потому что там задержка. Хорошо было, хорошо. Чеширский говорит, спасибо вам за турнир. Просто все пошло не так, как хотели. А вы не прошли, что ли, Чеширский? Вы же вроде там часто оставались. Жалко.